приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот идем на значке написано иисус возьмет нас к себе а более полное название звучит как приду опять и возьму вас к себе чтобы и вы были где я это есть известная вам цитата иисуса христа его слова его фразы произнесенные где прощальном ужине вы видите такой значок он не случайно то есть вы видите в одной части прощальный ужин а во второй части его это момент описаны нам в книге деяния апостолов это побивание первомученика стефана побивание забивание камнями до смерти его а то что он вел праведную святую жизнь и обличал беззаконников грешников религиозников иудейский культ а это его побили камнями в конце видео я убежден поймете почему я именно такой такой значок для видео сделал на нем вы видите и отсылку к месту евангелия это 14 глава евангелия то на второй третий стих ну в частности как бы третий стих нас интересует на втором это же сегодня будем говорить у меня есть страничка на сайте называется восхищение церкви до великой скорби так я и прямо и назвал вы сможете найти она также будет первой в описании к этому видео есть соответственно одноименный плейлист восхищение церкви до великой скорби там есть пока три видео всего первое в принципе большое видео на два с половиной часа где я все места практически разобрал как видите сейчас пишу еще одно видео второе видео это учение евгения денисенко сторонника вот этого вот уже учения до велика скорбно восхищение церкви и третий ролик не придет рот сей как все это будет на ком говорит иисус по сути мы разбираем апокалиптическую одну тоже от один стих как это говорят да иисуса христа слова о том что не придет рот сей как все сие сбудется последние события последнего времени там непосредственно все это в контексте естественно апокалиптической речи иисуса христа и известный под таким названием находящийся в евангелии от матфея 24 25 глава есть она конечно параллельной и других синаптических евангелиях но ее самая полная развернутая версия у нас с вами есть доступного в евангелии от матфея будем получается четвертое видео будет в этом плейлисте а вот этот вопрос волнует у кого что-то внутри какие-то нету мера по этому вопросу я конечно же вы посмотреть мои видео обратиться к страничке на моем сайте и изучить этот материал я вам вот такой вот у меня есть для вас слайдик я на нем как бы показал основные чтобы у вас такое впечатление сложилось правильное да то есть по теме вообще восхищения у нас с вами в библии есть по сути всего три основных места которые нам об этом рассказывают о последних временах событиях об втором пришествии сути христа и о восхищении церкви на встречу своему невесты церкви на встречу своему жениху иисус христу первое это евангелие от матфея 24 25 глава конечно же в евангелии много мест приточно символьно образно прямо но совсем чуть-чуть где иисус говорит конечно же о последних временах о втором пришествии тех что будет его последователями в это время но самый развернутый самый последовательное место описание этих событий это естественно так называемая негласно апокалиптическая речь иисуса христа она есть и в евангелии от от мак от марка самый короткий вариант она есть евангелие от луки ее нету евангелие от иоанна но она также есть евангелие от матфея и вот в евангелии от матфея и и самая раскрытая полная длинная большими нюансами им в остальных евангелиях место до рассказ иисуса и это вообще это вообще апокалиптическая речь поводом почему было потому что ученики это все было накануне уже ареста да это незадолго до ареста неправедного суда ужасного убийства иисуса через распятие и ученики прямо спрашивали иисуса о том каков признак твоего второго пришествия что будет последние времена иисус им отвечает и так я хочу чтобы это запомнили евангелие от матфея 24 25 глава самая полная развернутая речь иисуса христа без всяких притч в там пока что есть немножко символьных таких слов но в основном там уже без всяких притч и всяких символов вот прямая речь о том что будет да не конкретно там нет имен какой царь на кого восстанет но все равно иисус достаточно прямо последовательно рассказывает о том как все будет в последние времена дальше у нас идет апостол павел это тоже единственный до образно символьно кратко какие-то моменты есть и в других посланиях других апостолов но в посланиях апостола павла ну по крайней мере ему приписывать послание не важно вообще кто их писал правильно обращаться к ним главное к именам то частности о втором пришествии иисуса христа о восхищении церкви конкретно и прямо говорится первое послание коринфянам это первое послание их 2 первом послании 15 глава и павел прямо рассказывает о событиях последним временем о том что будет сама 15 глава в принципе посвящена теме воскрешения мертвых потому что уже в коринфской церкви завелись не просто там какие-то люди а учителя которые стали отрицать просто воскресение воскресение христа воскресение всех его последователей вообще общее воскресение и павел по сути такую обличительную речь произносит а тему именно воскрешение но так как воскрешение это одно воскрешение всех верных во христе это одно и то же событие и второе пришествие иисуса христа это это жатва как ее называют это и и встреча жениха своей невесты церкви, или мы все с вами, каждая душа невеста, да, это все события одного порядка. И второе место, это послание, как я уже сказал, неважно, Павла там, не Павла, это послание к фессалоникийцам, причем их два, и они оба важны, и оба говорят практически об этом. Ну, первое место, где там, как вы видите, я его здесь пометил, несмотря на это, но это не относится ко второму пришествию Христа. Это просто фраза апостола Павла из первой главы, десятый стих, которую якобы притягивает тоже, что вот будет восхищение, великоскорбное восхищение церкви на небеса. Это первая глава, десятый стих, я буду еще один ролик отдельно записывать по этому месту. Это абсолютно не так. Это вырванный стих из контекста, ничего общего ко второму пришествию с Христа восхищению церкви он не имеет. А вот что действительно имеет ко второму отношению, прямое отношение ко второму пришествию с Христа и восхищению церкви, это когда дальше, в этом же первом послании, в четвертой главе с тринадцатого стиха по пятую главу, третий стих, Павел прямо рассказывает, что будет во вторую пришествию с Христа и как это будет. Что второе пришествие с Христа и восхищение к нему церкви навстречу по воздуху, чтобы в облаках встретиться, там он прямо об этом рассказывает, что эти события одного порядка. Это не разные места. И дальше есть второе послание апостола Павла к фессаленкинцам. Он, по сути, он и писал вдогонку к первому, потому что, несмотря на то, что в этом втором послании пишет и говорит, что я вам уже об этом не раз и лично рассказывал, вот даже вспомнил об этом и предал это бумаге, эту информацию, это откровение в первом своем послании, там начались тоже колебания, всякие байки, вот типа «До великоскорбное восхищение». И вторая глава второго послания Павел целиком посвящает, ну это не он делил на главы, неважно, у него там просто в три главы, это небольшое письмо такое, я говорю, оно было, по сути, цель его была как раз вдогонку к первому, вот именно когда он узнал, что там неизвестно какую лабуду несут про второе пришествие с Христа, про восхищение церкви. И Павел там тоже дал четкие признаки, которые говорят нам о том, что когда это будет. Что никакого восхищения, до того, пока не откроется сын погибели, не будет сын греха Антихрист. Что христиане увидят этого Антихриста, что они будут жить при нем, что они дождутся Иисуса Христа, который придет и убьет его дыханием уст своих, мечом обоюдоостром. Это очень важно. Ну не убьет, а в гиену огненно отправит для воспитания. Вот это очень важно. Вот эти два момента в Фессалоникийцах прямо говорят, причем абсолютно в согласии с Евангелием от Матфея, 24-25 глава. Ну точно так же, как и послание Коринфянам. Это все места, непосредственно относящиеся, ни косвенно, ни приточно, ни символьно, ни где-то там мимолетом Иисус что-то сказал, да, можно это притянуть или там кратко, нет, это конкретные места, которые прямо себя озаглавливают. Там есть оглавление, Матфея есть, ученики спрашивают, как это будет все, расскажи нам о последнем времени. И он рассказывает. Апостол Павел в Коринфянам прямо обращается и рассказывает, что будет вот в конце времен. Второе пришествие, восхищение, все это всегда в одной конструкции. И в Фессалоникийцам прямо он говорит, да. О последнем времени и нашему к нему собрании прошу вас не колебаться умом, да. Ни от слова, там, ни от духа, ни от письма, как бы нами написанного. Мы с вами сегодня все равно этого еще коснемся. Вы знаете, как я люблю писать длинные видео, что у вас все это фиксировалось. И, естественно, это книга откровения, которая сама по себе, естественно, о последних временах, да. Так и называется. Откровение о последнем времени. Ну, ее называют еще апокалипсисом. Там, несмотря на то, что есть разные круги, такие спирали бога, фибоначчи, как я их называю, да, по-научному. Да, там есть и в седьмой главе, и в одиннадцатой, двенадцатой, и в четырнадцатой, пятнадцатой. Ну, это, по сути, потому что семь печати, семь труппы, семь чаш, это все такие круги, да, по одном и том же рассказывающие. Но сама книга все равно последовательная, да. Того, как начинаются эти последние времена, и не знаю, чем они закончатся. Заканчиваются они, ну, не девятнадцатой главой, а двадцать второй, но в девятнадцатой главе уже, практически в предпоследней главе, нам описано второе пришествие с Христа прямо в его тысячелетнее царство. Вот это очень важно, да, книга сама по себе о последних временах. Там все это есть. Там, конечно, все это конструктивно чуть потяжелее, потому что, по сути, это такие наброски, да. Хотя, я говорю, это в последовательной книге есть наброски и круги Фибоначчи. Там немножко потяжелее разобраться, но все равно все возможно верующим. Как вы видите, в тех местах, которые я вам сегодня привел, даже нет того места, о котором мы с вами будем сегодня говорить. Это Евангелие от Тана, четырнадцатая глава, третий стих. Ну, а по сути, правильно выражаться, это тринадцатая, четырнадцатая глава. Итак, мы с вами к ней переходим. Я специально собрал такой материал для нее. По этой теме мы с вами начинаем. Я вам буду зачитывать, что я пишу, и дополнять свои тексты. Приверженца до великоскорбного восхищения Церкви Христовой утверждает. Давайте еще раз я, знаете, что я кратко скажу по поводу до великоскорбного этого восхищения. Как вы от меня слышите, я все время, я уж не помню, сам я это придумал, или я где-то тоже увидел. Как вы слышите, я говорю не о просто восхищении, а о до великоскорбном восхищении. Такая длинная конструкция. До великоскорбная. Почему именно так называется, и почему именно такое лжеучение есть в так называемом христианстве? Потому что истина в том, что восхищение будет именно в тот момент, когда Иисус будет идти во второй раз на землю. Для чего? Для тысячелетнего царства на ней. Второе есть лжеучение, второе, да, второе мировоззрение. О том, что якобы будет какое-то восхищение до этой великой скорби, да? Великой скорбью называется вся книга откровения. Это скорби в последнее время. Это будут ужасные события, люди будут страдать, да? Вот те адепты, те приверженцы до великоскорбного учения, первое, почему они, первое и последнее, почему они на этом настаивают? Потому что они считают, что якобы вот Бог так любит жених свою невесту, и Бог так любит людей, что, ну, не попустят им страдания. Хотя все Евангелие говорит о том, что Царство Небесное усилием берется, что гнали меня, будут гнать и вас, что убивали вас, будут убивать, убивали меня, будут убивать и вас. Блаженно вы, когда вас будут поносить, гнать, убивать, неправильно злословить за меня, то, что Царство Небесное силой берется, что многими скорбями надлежит нам войти в Небесное Царство. Это протестанты, ну, я почему говорю протестанты, иногда, потому что в основном это у них такое лжеучение, но многие есть и выходцы, просто уже стали свободными, как это говорится, никаким религиозным течением не принадлежат, и все равно несут это дьявольское лживое учение. Почему я его называю дьявольским, богохульным? Потому что оно противоречит Евангелии Иисуса Христа. О том, что именно путь, крестный путь, Иисус прямо сказал, кто идет за Мною и не несет креста своего, не достоин Меня. Можно идти за Христом, можно быть Его якобы последователем, учеником, но если ты не несешь креста своего, Иисус прямо сказал, ты не мой ученик. Крест, естественно, означает страдания, скорби, потому что, как Иисус сказал еще, что если обо все люди о вас говорят хорошо, что если у вас все в жизни хорошо, вы явно живете не по-христиански. Если ты будешь по-настоящему жить по-христиански, светить, любить, проповедовать, обличать, наставлять, у тебя обязательно в жизни будет куча проблем от грешников, от дьявола и его демонов. Это обязательно будет, потому что если ты будешь светить прямо, если ты будешь дьявола таскать за рога, если ты будешь обличать грешников, обязательно у тебя будут проблемы. Если ты будешь обличать тьму, она обязательно на тебя будет восставать. И чем больше, громче ты будешь это делать, тем больше проблем у тебя будет в этом мире, лежащем возле. Если вы живете в теплой ванночке, Иисус прямо говорит, это пространный путь, это широкие врата, вошли вы не в ту дверь и идете не туда. Это очень важно. Я не просто сейчас так об этом говорю, потому что сегодняшнее наше видео будет посвящено, естественно, именно этому. И основная, первая и последняя цель за великоскорбное воскресенье ее адептов, это та, чтобы убедить всех, что крест Христов, который ты не его берешь, но крест Христов для него, это то же самое, что твой крест для тебя. Ты берешь свой, конечно, крест, не Христов, но крест Христов для тебя – пример и образ евангельской, христианской, святой жизни. Это очень важно. И первое и последнее, на что давят, что якобы вот Иисус так любит свою невесту. Бог тоже любит людей, Отец Небесный, да. И Бог тоже любит Сына своего Иисуса. И что? И отдал Его на распятие. Потому что эта жизнь нам дана для самоопределения между добром и злом. И никто не восходит на небеса, как только через Иисуса Христа. А Он есть путь истинной жизни. Он есть путь, за Ним надо идти. А Он шел, неся свой крест, неся его на Голгофу, на который Его распяли. Это очень важно. Учение о довеликоскорбном восхищении уничтожает Евангелие, порочит его, хулит его. И уничтожает тем самым Иисус Христа, его жизнь, его подвиг. Который кто? Который что? Апостол Петр так и написал. Что страдания Христовы были нам даны для примера. Там подвиг Христа был нам дан для примера, чтобы мы шли по следам Его. Мы сегодня будем с вами еще вспоминать эти цитаты, эти места из Писания. Это очень важно. Все, что я сегодня вам сказал, это особенно важно в сегодняшнем видео. Суть Евангелия, сущность Евангелия, цель христианской жизни – быть как Иисус, быть как Бог Иисус. А Он что? Любил, проповедовал, обличал, доставлял, цветил, творил добрые дела, призывал эти дела творить, обличал грешников и творил сам зла. Что за это он сделал, его за это, что сделали, казнили. Перед этим позорно, опозоривая не раз, надругались и избив, и избив просто так, и в Синдерионе, и избив потом пичевание, которое он принял наказание. Потом все равно распяли, хотя, казалось бы, уже наказали. Это есть путь христианина. Кто от него отрекается, тот не Христов. Еще раз напомню вам слова Иисуса. Они не праздные. Если вы ученик Христа, вы все эти слова, что слушаете и исполняете. Иисус сказал, что всякий, слушающий Меня и не исполняющий слов Моих, не Мой ученик. Это человек, построивший дом свой не на камне, а построил дом свой, где на песке рядом с морем, который волна подула и смыла, и просто его нет. Вот и все. Это очень важно. Я вас не просто так подготовил вот этим вот таким предисловием. Потому что место, к которому будем сегодня обращаться, что это такое? Это прощальный ужин. Прощальный ужин со Христом. Давайте я еще раз теперь прочитаю то, что я вам прервался. Приверженцы до великоскорбного восхищения Церкви Христовой утверждают, что эти слова Иисуса Христа, это 14 глава Иоанна, 3 стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму, то есть приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Слушайте, как здорово звучит. На первый взгляд, вот так вырви, состряпы свое учение, кажется, ну конечно, но Иисус же придет и возьмет нас к себе. Это точно о втором пришествии Иисуса Христа, он говорит. Он сам себе говорит, что он вот во второй раз придет, возьмет нас к себе. Во-первых, когда Иисус придет, куда он возьмет-то? Когда он придет на землю, он на ней будет потом еще тысячу лет жить. Разве здесь речь о небесах, протестанты или, неважно, он может быть не протестантам, кто исповедует до великоскорбное восхищение? Адепты этого учения утверждают, что здесь место говорит не о том, что Иисус на земле соберет своих учеников. Нет, что он их возьмет на небеса. Что это будет до всех событий, скорбных, описанных Иисусом и Павлом в книге Откровения. Так ли это? Как вы видите, я пишу. Тремя заглавными жирными буквами. Нет, это не так. Теперь я вам даю всегда ключ к разоблачению лжеучений. И в частности, вот этого лжеучения до великоскорбного восхищения церкви. Давайте я прочитаю, что я написал. Все лжеучения протестантизма, но я вообще, потому что особенно в протестантизме, столько лжи. Начинается спасение по вере, построенный на вырванных стихах из контекста. Они близоруки. Они подносят текст к твоим глазам так близко, чтобы ты больше ничего не видел. Давайте отодвинем текст подальше, чтобы нам узреть контекст и всю картину Евангелия целиком. Я о чем говорю? Я об этом много раз говорил и сейчас повторюсь. Пусть мои ролики длинные, кому нравится, тот смотрит, тот понимает. Я вот сколько, когда изучаю, я в свою жизнь очень много перечитал предания, вы знаете, все это углублялся во все эти учения. Все они построены на вырванных стихах из контекста. Порой рвут не только там какое-то предложение, знаете, из большого абзаца, да, а абзац из большой там главы или из большого события. Стихи пополам, предложения режут пополам на три части, где там запятые. И просто вот на основании этого пихают это куда ни попадя вообще. Самое основное, на чем стоит весь протестантизм, это спасение по вере. У меня есть отдельный, конечно, плейлист, вы знаете, страничка, где разоблачают тоже это лжеучение. Все оно построено на вырванных стихах из Евангелия. На вырванных стихах, причем позабыв все остальные стихи, где о том, что Царствие Небесное силой берется, о том, что тот же самый апостол Павел, их любимый, на котором они все это лжеучение в основном и строят, сам говорит, что если я любви не имею, я вообще ничего, ноль. При этом я имею веру, которая может не просто веру в Бога, в Иисуса Христа, в Его искупительные вещи. Она стоит у них, по сути, на трех таких слонах, только не на трех слонах, на трех бесах. Да вера в Бога, вера в Иисуса Христа и в Его якобы искупительную жертву не требует никаких усилий. Она не может ничего дать человеку, ни от чего его спасти. Только вера в любовь, как говорили потом все апостолы, как говорил Иисус. Вера в любовь. А что значит вера? Это учение. То есть принятие этого учения. Когда ты говоришь, я верю в любовь, значит, я... Или я как Павел будет говорить, я люблю любовь, да? Ты, значит, полюбил, значит, ты принял это учение любви. Ты решил любить сам. Вот любовь тебя спасает, да. Вера в третьи вещи, в Бога, в Иисуса и в Его якобы искупительную жертву, моих грехов, она никуда тебя не приводит. Только любовь может сделать тебя богоподобным, потому что Бог не вера. Бог есть любовь. На чем она построена? На вырванных стихах. Спасен по вере не от дел. Да, там, правда, запятая стоит, потому что мы созданы Богом на добрые дела. И вообще там контекст идет, превозношение и тщеславие от того, что я вот тут стал святым. Если ты, конечно, стал святым и тщеславишься, так ты не святой, ты грешник. Там речь, там есть контекст определенный, есть запятая, где написано, что мы созданы на эти, чтобы мы творили добрые дела. Поэтому, если ты не творишь, там фраза идет параллельно фразе Иисуса Христа, что если ты все сотворил, там именно просто этот смысл. То есть, если ты все сотворил, не думай, что ты достиг чего-то великого. Ибо мы, образы подобия Бога, мы должны быть богами. Зло – это не сущность бытия. Любовь – сущность бытия. И когда мы становимся богоподобными, ибо мы боги, и все мы дети, и боги, и дети Всевышнего, все мы, мы ничего великого не делаем. Мы лишь достигаем того, мы лишь упали из рая, который потеряли. Мы упали с него и пытаемся, мы ушли из отчего дома, как блудный сын, как блудная дочь, как блудные дети, и пытаемся только в него вернуться. И от того, что мы вернулись в отчий дом, мы ничего великого не сделали. Надо просто радоваться, что мы вернулись, и что родители нас приняли с любовью и восстановили в том же достоинстве, в котором мы и были. Вот и все. Вырывают слова в стихи все эти апостолы Павла, я говорю, даже из его же контекста, который говорит, что без любви я ничто, я просто пустое место, хотя веру имею, не только в Бога, во Христа и в искупительную жертву, а которой горы могу переставлять. Я всегда задаю вопрос протестантам, ты имеешь такую веру? Ты даже веру такую не имеешь. А Павел имеет такую веру, да. И? И говорит, так я пустое место, вообще ничего, ноль. Ноль. От слова совсем. Не ноль целых одна сотая или миллионная, вообще ноль, он говорит, пустое место, ничто. Он говорит, я ничто, меня не существует, если во мне нет любви. Какая вера, какое спасение по вере. Здесь то же самое с великоскорбным восхищением. Я и говорю, что знаете, это похоже, вот когда книжка очень близко, вот так вот, если, знаете, книга, это источник информации. Ну вот, экран, монитор. Но если ты вот так вот в него откунешься, в эту книгу, ну что ты сможешь прочитать? Ну максимум ты две-три буквы разглядишь. Все абсолютное учение протестантизма, оно абсолютно близоруко. Оно вот так вот своим адептам прислоняет эту книжку к колбу, а они видят только два стиха. Я не просто вам сейчас все это вот так вот рассказываю, подвожу. Смотрите, как красиво, казалось бы, какой стих. Ну правда, ну очень похож. Да, особенность тебя воспитали там где-нибудь в протестантизме чуть ли не от юности. Голову уже забили всякими клише. Тебе тяжело из них вырваться. Я когда-то поначалу, помню, слышал, что ой, да протестанты там Библию читают, все понимают. Потом выяснилось, да ничего они не читают, они просто по субботам, по воскресеньям ходят в свои собрания и слушают то, что несет им паспорт. Они сами ничего не читают. Если читают, они боятся критического мышления, они боятся своего мышления, они боятся откровения, которые может дать им Бог. Они даже не вопрошают Бога, они не ищут истину. Которые, сомнения в них зарождаются, они их глушат сразу же. Ты что, а вдруг потом меня куда-то не туда понесет? А вдруг я правду узнаю, потеряю церковь свою, меня же там же с этим очень четко, да. Туда не пошел, иди вон, пусть тебя там дьявол, как рыкающий лев, поглотить, да. Там тебя быстренько мозги вправят. Ты либо с нами, либо вольному воля. Ну, в принципе, имеют право, это ради Бога. Люди боятся, люди трусливые. Люди не хотят идти за истиной, за Христом. Люди идут за человеками. Хотя в голове должны быть хотя бы мозги пошевелиться, что если так к тебе и относятся в твоем собрании, что если ты не можешь даже вопросов задавать, правильных или неправильных, да, общаться, думать, размышлять, да, Бог тебе что-то открывает. Неужели это церковь любви? Неужели они сами достигли познания истины? Да, а не блукают ли они сами, как слепые вожди слепых? Об этом мы с вами поговорили. Я надеюсь, полчаса вот ушло на все эти предисловия мои, подкаемочки. Мы с вами теперь обращаемся непосредственно к контексту. Отодвигаем вот так это, отдираем от себя, которую у вас вдавили просто в лицо эту книгу. Давайте ее от себя оторвем и посмотрим. Я пишу первое. Этот стих 14.3 вырван из какого контекста? Где говорится об этом? Надо всегда посмотреть. Я всегда учил и учу, и буду учить, да. Отодвиньте от себя вот эту вот книгу и посмотрите на контекст, посмотрите на события. Конечно же, ты начинаешь читать, возьми хотя бы, очень удобно читать, я всем рекомендую на своем сайте, все библейские книги у меня есть, ну или хотя бы на достойных сайтах, где там раздельно есть речь Иисуса Христа, выделена там чем-то цветом, все это с каких-то там новых строчек, где-то жирным там выделяет. Хотя бы увидеть, откуда этот стих, хотя бы откуда мне взять, почитать. Это же конкретная речь Иисуса. А если вы дальше видите, что там, вот у меня, вы знаете, все в виде диалогов там расписано, там удобно видеть, кто, что. Оказывается, Иисусу задали вопрос. А дайте я вопрос почитаю. Ведь Иисус на что-то отвечает, а каков был вопрос? Без вопроса невозможно понять ответ, какой контекст был. Ты же не можешь сам туда вопрос придумать, если просто дается ответ на конкретный вопрос, ты должен вчитать. Ты потом можешь поразмышлять, может быть там что-то еще. Иисус прикровенно, так скажем, открыл. Может быть. Но сначала разберемся с общими мотивами. Какой общий мотив? И так дальше, дальше, дальше. А в оконцовке должен, я говорю, маленький контекст. Это вот стих привели, посмотри на полный абзац речи. Посмотрел на полный абзац, посмотри что до, что после. Может быть там это большой диалог. Там целая перепалка идет, может быть, или беседа с своими учениками, или перепалка там со спорящими. Надо не забывать контекст весь Евангелия. Когда-нибудь его в своей жизни уяснить, в чем вообще суть Евангелия. О чем Евангелие. Для чего Иисус жил и чему учил. Надо общую мысль понять. А Новый Завет и там тоже есть какие-то добавочки, прибавочки. А вся Библия, от начала творения, что было. А чем закончится в книге Откровение. Это надо все понимать. Ну хорошо, хотя бы, поэтому я даже не знаю, как вам сегодня назвать, хотя бы такой сначала средненький контекст. Какой? Это прощальный ужин. 13-14 глава Евангелия Оттана описывает нам прощальный ужин. За ним идет прощальная беседа. По Евангелии Оттана, 13-14, 15-16, следующие две главы идут прощальная беседа. Они идут по дороге в Гефсиманию, там есть сад. Туда они идут, где и куда приведет Иуда тех, кто будет арестовывать Иисуса. И 17-я глава, это сама молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Пять глав, это четвертая часть, 25% Евангелия Оттана Матфея. Оно вот сконцентрировано. Евангелие Оттана Матфея, это всегда вот концентрат, именно что такое. Это вот прощание с учениками. Очень важно. Давайте читать дальше, что я говорю. Итак, первое. Этот стих вырван из прощального ужина Иисуса своим учениками перед своим арестом, неправедным осуждением и жестокой казнью через распятие на кресте. Что в остальных Евангелиях, что в самом Евангелии Оттана, описывающих этот ужин, нет ничего о том, что Иисус рассказывал бы ученикам о последних временах, как Он это сделал накануне, когда ученики прямо спрашивали. Я привожу Матфея 24 главу, о которой вам сегодня уже все напомнил, что это апокалиптическая речь Иисуса. С чего она начиналась? Или, как писал апостол Павел, посвящая свои письма конкретно теме второго пришествия с Христа на землю и восхищения его воскресших из мертвых последователей, облеченных новой плотью к Нему навстречу и собрания всех в земле обетованной. Я вам зацитирую, который сегодня уже упоминал, второе послание к Фессалоникийцам, вторую главу. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа во второй раз и нашем собрании к Нему восхищении. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Эти вот довеликоскорбные учения и учителя, эти лжеучителя, об этом лжеучении о довеликоскорбном восхищении. Ибо день тот, второго пришествия с Христа и нашего Его к Нему собрания, не придет до тех пор, пока не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибель. Еще раз. Первое, что я хочу вам сказать. Прощальный ужин. И что на этом прощальном ужине? Почему я выделил это в такую первую тему, о которой сейчас с вами говорю. Какой контекст? Это прощальный ужин. Какая основная мысль прощального ужина мы с вами еще сегодня будем не раз фиксировать? Есть там что-нибудь? Я начал с отрицания сначала, да? Ну, наперед скажу не отрицание, а наоборот, о чем там речь. Прощальный ужин. Прощальная беседа Иисуса Христа. Его молитва в Гессианском саду. Вот эти вот пять глав Евангелия, все они сконцентрированы на одной заповеди Иисуса. О том, что ее надо соблюдать. И это заповедь о любви Его последователя ко всему Его творению. Вот о чем для нас говорится. И что делать это надо даже до смерти и смерти мученической. Вот о чем эти все, понятно, все Евангелие об этом. Ну, в частности, вот эти вот пять глав концентрируют наше особое внимание. Как будто вот просто вот нас... Выражусь так, знаете, простите, уж как мордой по столу нас возят. Вот действительно, тут нас вот прям возят вот поэтому. Мы не можем от этого, мы не можем от этой мысли даже избавиться при желании. Потому что постоянно вся концентрация идет о том, что тот, кто любит Иисуса, тот, кто последователь Его, тот исполняет Его заповедь, а она одна, единственная в любви ко всему Его творению. И любит Он этого, живет Он этим, идет этим путем, последуя за Христом, даже до смерти и смерти мученической. Вот вся мысль этих пять глав, и в частности, самого прощального ужина. На этом прощальном ужине и в других Евангелиях, синоптических, как их называют, Матфея, Марка, Луки, в самом Евангелии Атана, о котором мы сегодня, естественно, больше всего будем обращаться, потому что место, которое мы разбираем, находится именно в нем, есть хоть что-нибудь, что мы видим, что ученики интересовались последним временем, задавали прямо Иисусу вопрос, как-то на эту тему перешли, пусть там Иисус, может быть, перевел на эту тему. Нет. Нет. Вам сейчас скажут, пока вот этот вот стих, который мы еще не читаем, просто выше-ниже, пока я все общими словами вам подвожу, да? Скажут, да вон же стих есть, вот он и перевел. Сейчас мы узнаем, перевел ли, или он сказал совершенно о другой вере вещи. Мы сейчас к этому, конечно, подойдем, когда начнем читать контекст, да? Пока мы с вами общую пытаемся, я вас подготавливаю просто, каемку понять, да? Вот так пока. Мы, конечно, потом и поближе почитаем, только вот так, конечно, читать не будем, с упершейся в нос книгой. Мы, конечно, и поближе почитаем. Но пока я вас попросил отодвинуть максимально далеко, посмотреть на большой контекст. Есть ли что-нибудь на прощальном ужине? Нет. О прощальном, о последних временах, как мы видим, ученики уже спросили, Иисус им все подробно рассказал. Это было на горе Елеонской, да. Матфея 24-25 глава. Его прямо спросили ученики, Иисус прямо им все рассказал о том, что будет. Спрашивали ли ученики его на последнем ужине, о последних временах? Нет. Говорил ли сам Иисус? Поднимал ли эту тему? Тоже нет. Потому что вы сейчас узнаете, что те стихи, которые вырывают, никакого отношения ко второму пришествию Иисуса Христа не имеют. Как мы видим, у нас есть послание апостола Павла, есть в Евангелии места, где Иисус прямо говорит об этом. На прощальном ужине, я еще раз зафиксирую, что у вас эта мысль осталась в памяти. Ничего Иисус, чтобы вы просто запомнили, ничего Иисус о последнем времени не говорит на прощальном ужине. Ни о последнем времени, ни о своем втором пришествии, ни о восхищении церкви, ничего близкого к этому Иисус не говорит. Если и говорит, то единственное, что конечная цель, конечно же, что Он, конечно, придет и вернется. Там есть очень кратко совершенно об этом. Но Он говорит о том, что вы должны к этому времени быть готовы. Второе. Все наше внимание на прощальном ужине сконцентрировано евангелистами на завещании Иисуса Христа о нашей любви друг к другу. Сам ужин начинается с того, что Иисус, будучи Учителем и Господом, омывает ноги своим превознощащимся друг над другом ученикам. Когда же умыл ноги, я вам 13 главу зачитываю кусочек. Я вам сегодня, конечно, прям так не буду. И так ролик длинный получится. Мы даже с вами целиком сегодня не будем 13-14 главу читать, если хотите, сами это сделайте. Чтобы у вас вообще-то так надо и сделать. Поставьте на паузу, перечитайте 13-14 главу. Это прощальный ужин Иисус с учениками. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, Тавазахш, опять сказала, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. И так, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг к другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его, если это знаете, блаженны, когда исполняете. Учение Иисуса Христа, оно не о спасении, поверь, оно о том, чтобы деятельно любить окружающий нас мир. Так мы с вами это видим. Третье. Далее Иисус в очередной раз и уже в последний рассказывает своим ученикам о пути христианской жизни. Я совсем чуть-чуть, мы в принципе с вами много прочитаем, но я немножко, конечно, ради сокращения продолжительности видео, я говорю, Иуда, там описано, я пропустил, описано, когда Иуда предает Иисуса, да, то есть я немножечко подрезал, чтобы у нас просто сократилась длина видео, не была на 100 часов. Далее Иисус в очередной и уже в последний раз рассказывает своим ученикам о пути христианской жизни в жертвенной любви всех его последователей. То есть не просто об исполнении его заповедей, тогда, когда это легко и просто, а быть верным в любви даже тогда, когда тебя будет убивать за эту самую любовь, тобою проявляемую и проповедуемую. И теперь мы с вами потихоньку подходим к этой 14 главе, к 3 стиху. Начнем мы читать, естественно, с 13. Я говорю, я чуть-чуть пропустил, я чуть-чуть пропустил начало 13, вам зачитал лишь, когда Иисус уже свое слово сказал после омовения, где описывал само омовение, диалог там Петра, учеников с Иисусом. Я вам беру, чуть-чуть подрезаю, но вещи важные, относящиеся конкретно до этой мысли. Это, конечно, все важно, но я говорю, вы можете это сами прочитать. Итак, когда Иуда, я хочу, чтобы вы на экран посмотрели, это моя любимая картинка, где Иисус таким образом, духом, примером идет, и за ним идут люди, несящие свой крест. Это очень важно. Именно это и есть все Евангелие. Иллюстрация отличная, говорящая о том, в чем суть Евангелия. Сейчас просто я, к тому, что я буду текст листать, картинка уедет с экрана, но я хочу, чтобы вы ее запомнили. Когда Иуда вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую. Заповедь это завет, закон, завещание, потому что это, можно сказать, предсмертная речь Иисуса. Он хоть и не на смертном адре лежит по болезни, но его скоро арестуют и казнят. Неправедно осудят и казнят. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я. Здесь очень важно. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Мы любим друг друга и весь мир, как это делал Иисус. Это очень важно. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Прежде всего, я хочу все-таки расширить наше с вами сегодняшнее видео и обратиться. Иисус говорит, как он сказал иудеям, где он сказал, но он много раз говорил. У нас очень ярко есть описание. Это восьмая глава этого же самого Евангелия от Тана. И опять же, несмотря на то, что речь Иисуса, можно сказать, можно с 12 стиха начать от восьмой главы, я напомню, с чего начинается сама восьмая глава. Это когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбрияне, то есть заставили за изменой мужу. И по закону Моисеева ее должны были побить камнями. И Иисус не исполнил никакой закон Моисея, потому что он никогда его не исполнял. Это не его закон, это не закон Божий, не закон Отца его, не его закон, хотя он и Отец, и Бог одно. Иисус сам никогда, никаким фарисеем он не был, никакой закон Моисеева он никогда не исполнял. Это место с женщиной взят в прелюбодеянии, которые должны были по закону Моисеева забить камнями до смерти, Иисус не исполнил. И не позволил исполнить никому. Поэтому я просто вам сказал, но читать мы с вами не будем всю эту историю, вы помните. И когда эти события произошли, как видите, я вам всегда скажу какой-нибудь контекст, это очень важно. очень важно вот это вот событие, с этой женщиной взятой в прелюбодеянии. Что говорит Иисус? Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я к чему хочу это просто момент прочитать, что знаете, чтобы не сложилось впечатление, что якобы, что Иисус что-то особенное говорит своим ученикам. На самом деле, Иисус, он есть Бог-любовь, и естественно, он пришел не праведников спасать, а грешников. Все то же самое, что он говорил своим ученикам, он говорил и всем открыто и прямо. Давайте с вами по этому почитаем. Я думаю, что вы лишний раз услышите Евангелие, а не кого, христиан, последователь Иисуса, это никак не оттолкнет. Да? Я поэтому люблю все эти места читать большими блоками, потому что нет ничего радостнее от радости для христианина, для последователя, ученика Иисуса, чем слышать своего учителя. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельствую не истина. Иисус сказал им в ответ, если я сам о себе свидетельствую, свидетельствую мою истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. Заметьте, опять эти пришел, куда иду, нам сегодня все это пригодится, да? А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня. И в законе вашем, не в Моисеевом, ну в Моисеевом, в смысле в вашем, да? Там закон Моисеева еще кучей преданий понаградили, поэтому Иисус ему говорит, ваш закон не мой, он его не исполняет. Но там есть правильные вещи? Есть. На все правильные вещи Иисус всегда ссылается. Но все это вместе, он не говорит, что это от Бога и это мое. Нет. Но там есть правильные вещи. Мы из Ветхого Зайта можем из Тора иудейского выбирать то, что соответствует истине, любви, свободе? Да, можем. Иисус говорит, что даже в вашем законе написано, что при двух человеках свидетельство истины. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего. Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, я отхожу и будете искать Меня и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Я обращаю внимание на эти слова. То есть, то же самое сейчас Иисус будет говорить своим ученикам. И мы видим, кому Он это говорит. Это народу, в частности, там иудеи, все эти фарисеи, книжники, первосвященники, которые спорят с Ним. Он им говорит, я отхожу и будете искать Меня. Куда я иду, вы не знаете. А почему? Потому что вы живете во грехах. И куда я иду, вы не можете прийти. Почему? Потому что в них нет любви. Они ищут убить его. Почему нельзя пойти со Христом? Пойти за Ним туда, куда Он уходит. Потому что они живут во грехе. Потому что они желают убить Его. Творят грехи, зло против других людей, причиняем боль. Тут иудеи говорили, неужели Он убьет сам себя? Что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Ну, тут они просто тупят и не понимают, о чем Иисус говорит. Иисус сказал им, вы от низших, я от высших. Вы от этого мира, я не от этого мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Это кто Я-то? Что Я сущий, Я есть истина, Бог, есть любовь, свобода и вечная жизнь. Тогда сказали Ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий. Как и говорю вам, много могу говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце, и так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я сущий, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю, пославший Меня и со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Абсолютно то же самое, мы сейчас с вами будем читать в 14 главе, Иисус все то же самое говорит ученикам. Он делает, что мир потому знает, что Я люблю Отца, потому что Я делаю, что Он мне говорит. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в слове Моем», то есть не просто надо уверовать, а пребывать, жить, исполнять, здесь слово пребывание, глагол, имеется в виду жизнь, по слову его, «то вы истинно Мои ученики и познайте истину через любовь, через жизнь в любви. Бог есть любовь, и истина сделает вас свободным». Ему отвечали, «Мы семьи Аврамовы и не были рабами никогда никому. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, «Истинно, истинно, говорю вам». Всякий, делающий грех, раб есть греха. То есть пребывать в слове это не грешить. Это не просто веровать в Него, как в сущего. Нет. Это не грешить, не творить зла. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Сын есть любовь. А если будете такой же любовью, вы станете свободными. Знаю, что вы семья Аврамова, однако ищите убить меня, потому вы не слышите меня и не можете пойти за мной, потому что вы убийцы, а я жизнедавец, начальник жизни, как о нем Петр говорил. потому что слово мое не вмещается в вас. Любовь в ваше сердце не вмещается, как говорил Павел. Расширьте сердца ваши. Я говорю, что видел отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Аврам». Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что Бог есть любовь. «Потому что я от Бога ишел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего, слова о любви. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять пухти отца вашего, потому что вы хотите убивать. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. А вы от дьявола, потому что ищите убить меня. Хотите убить меня. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Конечно, как хорошо можно было, как любят протестанты, на этом остановиться. А, ну кто слушает Иисус, тот от Бога. Слушать недостаточно. На это люди отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе? Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Еще раз мы на этом с вами заканчиваем это чтение восьмой главы. Кто соблюдает слово мое, кто не увидит смерти вовек. Итак, мы с вами почитали восьмую главу, что Иисус сказал иудень. Теперь я вам все напомнил. Давайте еще раз перечитаем кратенько с 31 стиха, уже прощальный ужин. Когда Иуда вышел, Иисус сказал, ныне прославился сын человеческий, Бог прославился в нем, если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго мне уже быть с вами, будьте искать меня. То же самое он говорил иудеям. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь то же самое. Не можете за мной пойти. Почему? Это же ученики. Они так любят его. Почему не могут ученики пойти за Иисусом? Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Да потому что они не любят друг друга. Да потому что Иисусу приходится мыть им ноги, чтобы показать, что не надо превозноситься друг на друга. Благодаря Евангелии от Луки, кто хочет, посмотрите прощальный ужин по Евангелии от Луки. Я уж вам сейчас не буду все это словами просто расскажу, зачитывать, конечно, не буду. Благодаря Евангелии от Луки мы узнаем, что они на прощальном ужине все выясняли, кто там из них больше, кто каким министром должен стать, кто должен по левую, а кто по правую руку от Иисуса Христа сесть. Именно поэтому мы видим в Евангелии от Иана что Иисус совершает такое деяние, как омовение ног ученикам. В других Евангелиях это нет. Там, так скажем, по возрастанию Марка, Матфея, Луки и Анны нам вот так все больше и больше раскрывается картина прощального ужина. Могут ли такие люди пойти за Иисусом в Царство Небесное? Нет. Он говорит, потому узнают все мои ученики. И читайте по-другому. Иисус говорит, вы тогда сможете пойти за мной. Тогда будете иметь любовь между собой, потому что я есть любовь. И там, где я, там одна сплошная любовь. Сейчас, как иудеи, да, конечно, вы не ищете убить меня, как иудеи. Ну и любви вас немного. Одни хотят накануне ареста село целое уничтожить, помолившись снизвести огонь с неба, вы помните, как иоанн с Иаковым. Любимый ученик Иисуса, кстати, который это Евангелие как бы написал, да. Но это когда он смог потом пойти за Иисусом, да, и стал любовью после стяжания Духа Святого в Пятидесятницу. Да. И после жизни святой. А мы видим, кем они все были, эти ученики. Могли они пойти за Иисусом? Нет. Возможность такая была, конечно. Иисус им всегда предлагал сесть по правую и по левую сторону. Говорит, вот, один крест слева, один справа. Пожалуйста, садись по левую и по правую по правое место в Царстве Небесном. Кто не дает? Они готовы были? Нет. Есть в них любовь? Совсем мало. Любили они Иисуса? Ну, как-то любили. Но при этом готовы были целый город спалить. Да, со всеми животными, с винными и невинными людьми. Я теперь обращаю ваше внимание. Мы прям подбираемся к месту. 14 глава, 3 стих. Что куда Иисус идет, они не могут идти. Да, почему-то мы теперь выяснили, почему. Потому что любви в них нету. Ну, нету совсем уж неправильно сказать. Есть, но совсем немного. Петр спрашивает. Я вас еще раз обращаю внимание. Смотрите, контексты. Иисус им говорит, что они не могут пойти. У Петра логичный вопрос. Ну, ладно, эти-то там иудеи, убийцы, желающие тебя погубить. А мы-то? Во-первых, они говорят, куда ты идешь? Казалось бы, я всегда, знаете, прошу вас погрузиться в контекст Евангелия. Прямо чутиться там, погрузить себя в то время. Отправить свой ум 2000 лет тому назад от события. Евангелие. Рождается Иисус. Проповедует три года. Ученики есть. Прощальный ужин. Уже столько времени. Что спрашивает Петр Христа? Господи, куда ты идешь? Вы знаете, я вам не просто так не поленился, чтобы у вас две такие картинки шли, что Иисус говорит иудеям, и что Иисус говорит ученикам на прощальном ужине. Как вы видите, речь вообще не отличается. Отличается, может быть, какими-то словами, перемены мест этих слов. А смысл один и тот же. Вы знаете, вопрос Петра Иисусу, куда ты идешь, ничем не отличается от вопроса утверждения иудеев. Он что, хочет пойти в еленские рассеяния или убить самого себя он хочет? Что значит, куда он идет, мы не можем пойти? Как мы видим, вопрос как бы не сильно отличается в том плане, что они, что иудеи, которые хотели вообще убить его, что ученики, которые его любили, любящего, немножко любили Христа или множко там, ну множко, не множко, а жизнь-то не стали за него полагать, мы сейчас об этом будем говорить. Петр спрашивает, Господи, куда ты идешь? Никто из них действительно, как можно идти, если ты даже не понимаешь, куда идти? Иисус им правильно говорит, почему они не могут идти? Потому что они так и не поняли его за три года. Ну, как считается, что Иисус около трех с половиной лет проповедовал, да? Куда ты идешь? Иисус отвечал ему. Куда я иду? Он теперь ему лично говорит, не просто всем, кто там сидит. Говорит ему лично, а по сути каждому в лицо, потому что это вопрос, естественно, был у каждого в голове. Куда я иду? Ты не можешь теперь идти за мною, а после пойдешь за мной. Потому что опять возвращаемся к тому, что мы только что прочитали. Потому что не имеете любовь между собой, настоящую любовь. Имейте любовь к людям, потому что Петр потом, да, будет мечом размахивать на прощальном ужине, убеждая Иисуса, что он всем головы порубит за него. Он пока не может пойти за Христом, потому что Христос не машет мечом. Христос, да, клоняет голову и отдает себя в руки грешников. Как он может пойти с ним в небесное царство? Туда приходят люди, сподобившиеся, исполнившиеся совершенной любви даже к своим врагам. Поймет это Петр? Конечно, пойдет. Я вам сегодня еще уже напоминал, еще раз напомню. По сути, можете прочитать все первое послание апостола Петра к церкви тогда, как это говорят, где там мы. И он и говорит о том, что мы, именно скорбями нам надлежит войти в небесное царство. То, чтобы мы не смущались о том, что Иисус, страдая, оставил нам пример, чтобы мы шли по стопам Его, чтобы мы не мечом размахивали, как это Петр делал, когда Иисуса арестовывали. А чтобы мы что делали? А вот точно так же, да, шли за Ним. Петр сказал ему, Господи, да почему я не могу идти за тобой теперь, сегодня, сейчас? Я душу твою, свою жизнь свою положу за тебя, говорит ему Петр. Мы знаем, благодаря другим Евангелиям, написано, что и все ученики говорили то же самое. Все. Потому что, я говорю, это вопрос, куда ты идешь, звучал, хоть и устами Петра, но в головах каждого того, члена того собрания, того гостя, того последнего ужина. Иисус отвечал ему, душу твою, жизнь свою за меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Они не созрели, иудеи-то не то, что не созрели, еще и убить Иисуса хотели. Да, они не знают, куда Иисус идет, не знают Бога, не знают, куда идти, как идти, хотя им Иисус прямо говорит, исполняйте мою заповедь о любви и будьте со мной в небесном царстве. Ну и ученики не созрели. Да, они немножко любят Христа, да, они любят каких-то там любящих, но они готовы сжечь целый город, готовы головы рубить всем налево и направо. А готовы ли они без меча пойти за Иисусом, отдать свою жизнь, не брыкаясь, как овечка, веденная на заклане. Нет, они до этого, конечно же, мы знаем, никто не созрел, все они оставили Христа, вражу пастыря рассеются овцы, да. Иисус ему говорит, ты не готов, когда-нибудь, позже, ты созреешь, но не сейчас. Что дальше говорит Иисус? Мы с вами переходим к 14 главе, все эти деления людские, вы понимаете, это прямая речь Иисуса. Еще раз тоже вот эту мысль, мне кажется, меня все сто лет уже смотрят, эти главы, конечно, деления, стихи, вы понимаете, что все это человеческое. Нельзя это никогда разрывать, мы сами понимаем хотя бы события, я бы вообще не делил прощальный ужин на какие-то главы, хотя бы была бы там одна, 13 глава, 15-16, я бы тоже в одну объединил, потому что это прощальная беседа, зачем ее рвать еще на какие-то главы, я понимаю, их там делили просто по, кто знает, они главы приблизительно одинаковые по объему слов, так скажем, их делили по сути чуть ли не чисто с этой идеей, да, но я хотя считаю такое деление неправильное, деление на главы должно было быть смысловым, нельзя было привязываться к объему, это было абсолютно неправильно, потому что эти главы могли бы людям давать прямые подсказки, хотя бы откуда-докуда почитать, чтобы хотя бы не потерять смысл, это вначале такие были очень хорошие помощнички новоначальным, людям только идущим, начинающих жить по христианской жизни, изучающих писание, это им была бы такая уже негласная подсказка, вот это вот деление на главы, такой не контекстной, не смысловой, это было неправильным решением, я в этом убежден, так, и мы с вами подобрались в 14 главе уже к этому второму, третьему стиху, ну в частности к третьему, о втором тоже поговорю, мы с вами видим, о чем, вот смотрите, мы сколько с вами уже прочитали, ну да, пусть я вам еще 8 главу тут читал, я вам еще раз, давайте еще раз, 13 глава, это прощальный ужин, я говорю, в других евангелиях ничего нет, никаких последних временах, здесь ничего наоборот нет, кто знает о вкушении тела и крови Христовой, кто знает это, хлеб и вино, ладно, я уже здесь тоже скажу, да, это учение и жизнь, это очень важно, это лишь символы, вкушение хлеба и выпивание вина, то есть тела и крови Христовой, тело это его учение, кровь это его жизнь, в жертвенной любви, а учение это о любви, о жертвенной, кровь это, она бегает по организму, она жизнь, в крови душа человека, это жизнь она дает, пока она бегает по организму, ты живой, вот и все, это все в символах, и то у нас в других евангелиях в этом нет, мы видим ученики превозносятся, да, там меряются, кто кого выше, кто там будет каким министром, Иисус умывает ноги, говорит им свою последнюю заповедь, первую последнюю заповедь о любви, о том, что вся суть христианской жизни это в любви, и что идти в небесное царство, идти за Христом, быть последователем Христа, можно что, только любя все, весь окружающий мир, даже если это потребуется ценою, лишение там, имущество, плюшек, комфорта жизни, это начальная стадия, это здоровье, когда тебя будет калечить, да, это тюрьма, когда тебя будет лишать свободы, и это сама мученическая казнь, какая-нибудь, через которую тебя будет, с помощью которой тебя будет убивать, вот о чем, мы же видим, как идет это нагнетание, но я чуть наперед забежал, про казнь, хотя это уже, 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 уже очевидно, да, потому что Иисус им не раз об этом говорил, Иисус их начинает утешать, тут же, да, вот ты отречешься от меня, что сейчас будет ужасно, сейчас тьма, да, как Иисус скажет, ваше время и власть тьмы, своим полицаям, которые будут его арестовывать, что говорит Иисус дальше, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте, но только вы не от этого спасетесь, как видите, здесь этих стихов нету, когда Иисус говорит, в меня, в Бога веруйте, он имеет в виду, конечно же, упование здесь смысл, да, упование и вера его словам, и в него, и ему, здесь это не всегда нераздельные вещи, в доме отца, мой, вот второй стих, обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я приготовить еду вам место, и третий стих, когда я пойду и приготовлю вам место, я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я, вот эти стихи, о которых мы с вами говорим, еще раз, мы с вами, теперь, когда мы с вами прочитали, мы видим контекст, никто ни о каком втором пришествии Иисуса Христа не спрашивает, ничего об этом нет, ничего, наоборот, Иисус уже подготавливает учеников, он уже об этом миллион раз говорил, о том, что с ним будет, каков путь христианской жизни, что вас будет поносить, гнать, убивать, как это делали со мной, буду делать с вами, что, что Царство Божье силой берется, кто идет за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, уже много раз им это все говорит, мы сюда с вами все Евангелие вставляем, это прощальный ужин, что действительно, это положение души за другого человека, это высшая тоже степень любви, и ученики не готовы, а Иисус готов, и это предстоит ему, и скоро он это явит им, но от этого они не должны смущаться или соблазняться, «А куда я иду, вы знаете, Иисус говорит, и путь знаете, они просто не понимают, но знать вы уже узнали, я сказал вам все». Это очень важно, что я вам уже обо всем сто раз рассказывал, безусловно то, что Петр задает эти вопросы постоянно, не совсем умные, о том, что не знаем пути, куда идешь, Иисус говорит, что вы все знаете уже, я вам уже все сказал, а куда я иду, вы знаете, вы знаете и куда идти, и каков путь. Хочу, что у вас все-таки картинка была все время на экране, жалко ее, нельзя зафиксировать. Иисус столько лет ему говорил, даже иудеи, которые противятся, ему знают, уж он и им говорил, «Бог пришел не праведников спасать, а грешников». Как мы видим, путь – это соблюдать, и тогда узнаете, соблюдать его заповеди, исполнять его слово, а это слово о любви ко всему окружающему миру. Кто будет это исполнять, тот и попадет. Поэтому они знают и путь, и конечную цель. Он говорит, «Вы знаете, но пока еще не можете понять и осознать этого все, потому что, что, как Иисус сказал, творите дела злые, тело хотите уничтожить, головы тут рубите, хоть и врагам». Как мы видим, они не просто не знают, он им уже все это объясняет, опять их пытается убедить, что я вам уже все сказал. Пам опять спрашивает, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Ну, все по кругу. Я всегда говорю, посмотрите, не надо этим смущаться, не надо все это чересчур в святость превозносить учеников там, когда в Евангелии. «Ой, там апостол Петр, все тут на колени их затряслись, упали, и давайте ему челом бить». Последователи Иисуса Христа, вот эти вот те же самые 12 учеников, как их любят называть, они были в то время недалекими. Не надо на это обижаться, в том плане, поверьте мне, не обижаются не они, потому что Петр, Павел сам о себе говорил, «Я первый из грешников, все знал, каким он был, мы с вами, я себе могу сказать, я такой же был, я тоже был таким же Петром, Фомой». Да, мы все возрастаем. Иисус сказал, «Пока ты не можешь пойти». Ну, в лице Петра он им всем сказал, и всем нам. Пока. Но так как они хоть как-то любили Иисуса Христа, да, и Петр говорил, «Куда мы пойдем от тебя?» «Ты имеешь слова вечной жизни». Вы помните, когда там все соблазнялись, да, позже мы все доходим до этого, кто хочет этого. Ну, Фома повторяет за Петром, да, «Господи, да не знаем пути, не понимаем, как идти, куда идти». Вот такие вот ученики. Прощальный ужин, через некоторое время они уже, можно сказать, не увидят Иисус, как он сказал, да, потом, конечно, увидят, чуть-чуть еще побеседуют, повидятся, и все равно Иисус вознесется. Они не понимают. Иисус им говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, «Я есть истины». По-другому можно эти слова Иисуса так перетрансформировать. «Я есть истины, путь, жертвенный любви, вечное благо бытие». «Никто не приходит к отцу, как только через меня». Здесь прям сразу мы с вами вспоминаем только то, что мы читали восьмую главу, где там целая беседа была с Иисусом с иудеями об отце, что они не могут его познать, потому что не знают любви. Мы с вами опустим сейчас тоже немножко, где Иисус. Мы с вами видим, переключается на эту тему, что Иисус – Отец одно, что Он есть сущий, о чем мы с вами там прям целиком прочитали. Я здесь немножко урезал сейчас опять эту мысль о том, что Иисус есть Отец, одно, что Он сущий. Ученикам, как мы видим, он говорит, все то же самое, что он говорил иудеям. Бог любит всех. Иисус проповедовал абсолютно всем. Вопрос, принимаем мы это или нет? Вопрос, мы сразу это можем узреть или постепенно? Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, отныне знаете Его и видели Его. То есть, опять Он говорит, вы и знаете Его, и видели Его, потому что Я есть Он. И познать Меня можно только на опыте, на опыте любви, жизни в любви. Потому что Я есть путь. А путь Христа это путь абсолютной любви ко всему окражающему миру. Какой путь-то Христа? Я говорю, еще раз тебе хочу зафиксировать эту картинку. Я буду вас вот прям всегда вот так вот, видите, постоянно. Еще раз, о чем говорит Иисус? Вот вся вот эта вот прощальная беседа. Ну, о чем? Мы же с вами видим, как прям идет такой апогей, такой концентрат, такой надрыв. Все время вот об этом. Вот ученики хотят свалить с этого пути, делают вид, что не понимают, хотя Иисус, ну и правда не понимают, я так говорю. Иисус все время пытается их к этому вернуть. Все время туда тыкает, как мы котят там тыкаем, в мисочку с едой. Так вот и он тыкает своих этих слепых, неразумных котят все время вот в это. Я есть путь истинной жизни. Каков путь Христа? Мы все время хочется против вот этим, кто адептам до великоскорбного восхищения. Каков путь Христа? Если он путь, разве он веровал в искупительную жертву Иисуса Христа, что спасся? Нет. Иисус творил дела любви, из любви ко всему окружающему миру. Он делами спасался? Нет. Дела лишь были проявления его сущности любви, которой он является. Так каков путь? Спасение по вере? Разве Иисус верил в Бога? Он никогда в жизни за все Евангелие, которое нас дошло, ни разу не сказал, что он верит в Бога. Он верит в Иисуса Христа? Он сам этот Иисус Христос. Он верит в свою искупительную жертву и через это спасается? Нет. Он приносит эту жертву любви к своим грешникам. Являем свою любовь, которая и сражает их, чтобы они любили такой же жертвенной любовью дальше по кругу, когда их будут убивать. Каков путь? Идущий вы в вечную жизнь. Я есть путь, истинный жизнь. Единственный истинный путь в вечную жизнь, в благую вечную жизнь. Каков этот путь? Вот он у вас на экране. Другого пути не бывает. Другого пути нет. Иисус не прожил другую жизнь. Невера в Бога, в Иисуса Христа и в искупительную жертву привела его туда, откуда он не шел. А любовь, любвеобильная жизнь туда его вернула, откуда он и не шел. Вот и все. И эта любвеобильная жизнь, за нее ему пришлось пострадать. Это к теме до великоскорбного восхищения. Путь, путь христианина. Путь страданий за добрые дела. Мы, я говорю, с вами еще сегодня вспомним слова апостола Петра, который сейчас не понимает. Вы заметите еще раз. Ну, у нас, к сожалению, нет послания Фомы. Но мы видим, что ученики его не понимают. Мы в лице Петра и задавали вопрос от всех учеников, но он задавал, да? Он же со временем и ответит на этот вопрос. Сейчас с вами зачитаем чуть-чуть. Итак, я последний раз хочу сказать. Зафиксируйте это в своей голове. Это и есть Евангелие. Вы все это знаете, вы читаете, особенно христиане, удивляют вот эти вот адепты да великоскорные. Вы же все знаете Евангелие, вы все читаете его. Конечно, можно поверить в эту чушь, в эту сладкую ложь дьявольскую о том, что Иисус все за меня сделал. Взял свои грехи, понес там, да? Прибил их ко кресту. А мне? Мне ничего не надо. Я не последователь, я не ученик, я верующий бес, как правильно сказал Иаков, да? Веру и трепещу, да, на самом деле. Потому что знаю за свою жизнь, так ли я живу. Не просто так трепещут те же самые протестанты, а именно трепещут. Потому что далеки зачастую от этой христианской жизни. Вот и все. И Бог их внутри обличает. Живут-то они совершенно не так, как надо. Это очень важно. Вот самая суть Евангелия. Вот прощальный ужин. Как мы видим, эти два стиха нельзя пока отсюда вырвать. Мы видим, они прям вот, они, они, это, нельзя капельку воды просто так из стакана достать. Она вот, все. Здесь о чем вот идет, вот Иисус пытается что-то о последнем времени рассказать, о том, что Он их до великой скорби восхитит. Наоборот, мы видим, что Он их готовит к этому. Готовит к этому. Он говорит, да не смущается ваше сердце. Прочитав этот диалог Христа с учениками и прочитав всю восьмую главу, что мы с вами и сделали, да, мы молодцы. Как Иисус Иудеям говорил, что они тоже не могут прийти. Становится очевидно любому здравомыслящему христианину, что все эти смысловые и образные выражения «путь», «идти», «следовать» и прочее означают ничто иное, как жизнь по образу и подобию Иисуса Христа. Поступать в этом мире так, как Он поступал». Я вам цитирую в принципе послание уже Иоанна. Он тоже был на этом ужине и тоже, когда ничего не понимал, но когда понял, почитайте послание апостола того же самого Иоанна, который якобы одно и то же лицо с этим Евангелием от Иоанна. Он говорил, что мы, узрев вот эту жертву Христа, что познали ее и уверовали в кого? В него Он пишет, в Иисуса Христа, нет, в любовь. Познав в том, как Иисус положил душу свою, мы, говорит, увидели, узрели любовь и уверовали, Он пишет, в нее. А потому и мы должны поступать в этом мире так, как Он поступал. Я здесь не стал прочитать все послание Иоанна и узрите эти слова, которые Я вам только что произнес дословно, практически. так, как Он поступал исполнять Его заповеди любви. Живя, как жил Иисус, мы и идем за Ним, мы и идем туда, куда Он ушел, идем за Ним на небеса, путем жертвенной любви. еще раз, даже не буду обещать, что последний, еще раз, Иисус нигде не говорил, что Он верит в Бога, Иисус нигде не говорил, что Он верит в Иисуса Христа, Иисус нигде не говорил, что Он верит в искупительную жертву. Не это путь Христа, Он этого не делал, мы должны поступать так, как Он поступал. Он любил, вся его жизнь, это любвеобильная жизнь, даже ценою собственной земной жизни. Вот жизнь Иисуса Христа, вот его путь, вот его поступки, вот его дела. 14,2 стих, под множеством обителей, где у отца моего обителей много. Под множеством обителей подразумевается разный уровень святости последователей Иисуса. Об этом есть отдельное видео, но наше сегодняшнее внимание приковано не ко второму стиху, а третьему чуть позже скажу немножко о втором стихе по поводу этих обителей, что Иисус говорит, как бы у отца моего обителей много, и что якобы, где эти обители, но вообще отца он не сказал на небе, очень важно в принципе об этих стихах конечно поговорить, но что Иисус не говорит на небесах, куда я иду, ну да, кажется на небеса, идет, но отца моего обители много, а может он имеет ввиду земные вообще обители, даже этого земного смертного мира, я на эту тему у меня есть отдельная я завел страничку в твоем канале, и записал огромное видео, 4 часа 20 минут, вот видео так называется, у отца моего обителей много, на значке, и вот эта цитата, вы его найдете, вот, найдете и на сайте, и на канале, да и в принципе оно предыдущее, если вы будете на канале смотреть предыдущее видео от этого, посмотрят, ну или оно будет в плейлисте, есть царство небесное, гиена огненная, тоже там вы найдете, вот, итак, ну мы с вами переходим к третьему стиху, мы еще как бы вернемся в контексте, я согласен, нельзя его просто так взять и выкинуть, с вами еще раз вернемся, но мы должны кое-что с вами еще немножко почитать, да, итак, Иоанна 14, 3, и когда я приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я, о чем же говорит здесь Иисус, разве кто-то спрашивал его в последних временах о его втором славном пришествии на землю для тысячелетнего царствования на ней, я отвечаю, нет, не спрашивал, в гармоничном согласии с контекстом очевидно, что Иисус говорит здесь не о своем втором пришествии на землю, а о том, что он сам лично будет встречать каждого своего горячего последователя, который будет готов расстаться даже со своей жизнью ради Христа и Евангелия. Я вам напомню, Марка 8 и Матфей 16 это одно и то же место в разных Евангелиях просто описано и там есть маленькая добавочка поэтому я так написал и запретил им Иисус чтобы ну это это в принципе я вам сейчас зачитаю и относящиеся кто хочет идти за мной давайте ладно я вам прочитаю а потом уже скажу и запретил им Иисус чтобы никто не говорил о нем ну контекст всегда напомню это Иисус спрашивает учеников за кого почитать его люди они ему отвечают Петр в частности что там кто за пророков древних кто за Илию кто за Иоанна Крестителя а кто за какого-нибудь другого пророка но когда Иисус спрашивает за кого вы меня почитаете Петр говорит ты помазанник Божий да ты Христос Иисус запретил им говорить это чтобы никому не говорили о нем что он вот такой в ихнем понимании помазанник Божий да там царь земной вот в этот раз пришел тут царствовать с палкой и начал учить их что сыну человеческому много должно пострадать быть отверженным старейшинами перед священниками и книжниками и быть убитым но в третий день воскреснуть и говорил о том открыто но Петр отозвав его начал прикословить ему я обращаю внимание на это место очень важное отозвав Иисуса Петр начал прикословить ему все вы кажется его наверное знаете кто меня слушает да что ты нам это тут мы что не знаем что ли ну так вы давайте с вами еще раз как говорит контекст Евангелия теперь посмотрим не просто прощального ужина что говорит Петр как он прикословит Иисусу будь милостив в себе Господи да не будет этого с тобой Иисус же обратившись взглянув на учеников своих воспретил Петру и сказав отойди от меня ну или по греческому следуй за мной да то есть не мне нравится конечно как в греческом написано следуй за мной отойди от меня грешник да а след не протився ну отойди от меня сатана кто знает сатана переводится как противник то есть ты против меня лицом к лицу стоишь а он говорит ты отойди позади меня и следуй за мною а не против меня ну и а хотите сюда можно все я бы вообще написал отойди от меня и следуй за мною то есть отойди с моего пути и следуй за мной здесь все подходит отойди от меня отойди в сторону можно вот так вот перевести бы было может Иисус так и говорил Мы с вами читаем, неизвестно какие тексты, когда нас дошли, в каком виде, кто их сто раз переводил. Отойди в сторону и следуй за мною, когда я пройду. Сатана, то есть не протився мне. Потому что ты думаешь не о том, что божье, но что человеческое. Еще раз, божье учение, а Иисус есть Бог, учение Христа, это что? Это много страдать за истину, быть отверженным старейшинами, старейшинами, пресвященниками книжными, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Но мы не в третий, мы с вами в последний день воскреснем, неважно. И подозвав народ с учениками, Иисус сказал всем, кто хочет идти за мною, еще раз, мы видите с вами опять это же место, все о пути, все о пути, о следовании за Христом, кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Не мой крест, не ко мне на горб, Иисус говорит, садись, не на мой крест, да, наваливайтесь, свой. Сам, своими ногами идешь за мной, я лишь пример для тебя. Ты за меня не цепляешься, ты на меня не садишься верхом, не садишься на мой крест, да, ко мне на спину не водружаешься, на шею. Ты берешь свой крест, такой же, как у меня, но свой, и идешь сам, своими ножками ты двигаешь за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу, жизнь, еврейское слово там переводится, всегда два смысла, душа и жизнь, одно и то же слово у них в еврейте. Кто хочет сберечь жизнь свою, вот эту земную, когда тебе будет предстоять выбор между гонениями, страданиями за истину, или ты скажешь, да ладно, я тут тихонечко в сторонке посижу. Нет, тот потеряет жизнь свою, будущую, блаженную жизнь. Кто, вернее, потеряет душу ради меня и Евангелия, я почему здесь сказал, что в Марка такое дополнение есть, как Евангелие, то есть не просто ради меня, я там ради Христа умер. Нет, Евангелие, это Евангелие о любви. Ну и Иисус, если любовь тут меня, вы всегда, когда читаете меня, Иисус, Бог, Евангелие, подставляете слово любовь. Кто потеряет свою жизнь ради любви, ради жизни по любви, ради проповеди о любви, тот сбережет ее в вечности. Ибо какая польза у человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо какой выкуп даст человек за душу свою? Естественно, здесь идет речь не о спасении по вере, а о жизни в любви. Потому что вы сами видите, что Иисус говорит, что я-то буду за эту любовь страдать. Речь Иисуса на прощальном ужине не заканчивается на третьем стихе 14 главы. Давайте далее исследовать то, что говорит Иисус. Еще раз говорю, контекст, это что и до, что и после. Это очень важно. Поэтому мы с вами не останавливаемся на третьем стихе. Мы с вами пропустим, где Иисус говорит об отце. Я и отец одно. Только ради сокращаем, вы можете сами все это прочитать, только ради просто краткости видео, потому что она уже, я вижу, полтора часа идет. Читаем с вами с 15 стиха 14 главы. Но еще раз скажу, что 13 и 14 глава – это все прощальный ужин Иисус с учениками. «Если любите меня, говорит Иисус, отсюда вы знаете и христолюбцы, и мое имя, это такой концентрат всего вообще Евангелия, апогей, прощального ужина. Соблюдите мои заповеди». Не спасение по вере. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». О какой заповеди речь идет? Я не буду вам уже скроллом на экране прокручивать. Мы с вами только что в этом же Иоанне прочитали. «Заповедь новую даю вам». А, ну у вас вот на картинке я. Кто знает, я тоже везде тыкую. Она на этом же канале, на котором вы смотрите это видео, у меня в шапке канала. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповедь даю вам, любите друг друга». «И я умолю Отца моего и даст вам другого, утешитель, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которую мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Это дух любви. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, живу, и вы будете жить. Тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Слушайте, вот это вот место, во-первых, как я всегда говорил, это как пророчество, которое мы сейчас с вами в Ветхом Завете читаем. Особенно так называемые мессианские пророчества. Я много раз говорил, особенно при чтении конкретно Ветхого Завета, я это очень часто показывал. Там рассказывал, что как эти пророчества, первое, к чему они относятся, это, прежде всего, к еврейскому народу. Потом они могут в проекции ложиться, так скажем, и на первое пришествие Иисуса Христа, и на второе пришествие Иисуса Христа. Ну и, как я называю, можно сказать, третье явление Иисуса Христа, когда после тысячелетнего царства Иисус просто раскроется всем, как Бог, и будет день великого и страшного суда. Здесь Иисус то же самое. По сути, когда Он говорит, что приду к вам, и вот это, что не увидите меня, а потом увидите меня, прежде всего, Он говорит, кстати, о своем убийстве, когда Его убьют, и что о своем воскресенье, что они увидят Его все равно. Это тоже важно понимать. Здесь Иисус говорит, о чем мы с вами потихонечку подбираемся, но я наперед скажу, что каждый мученик в момент своей перехода, своей смерти, как это говорят, в момент своего перехода, что увидит Иисуса, потому что Он придет Ему навстречу, но об этом мы сейчас позже будем говорить, что Иисус и пытается до них донести, такую новую тайну нам открывает, что увидим, конечно, Его во второе пришествие, и будем с Ним тысячу лет, и в третье, так назовем, явление Его, но мы уже будем все рядом, и второй смерти мы будем избавлены, и второго воскресенья, всеобщее воскресенье в день Великого и Страшного Суда. Я зачитаю свои комментарии тут серым текстом. В какой-то день, да, в тот день, вырви эти стихи из контекста, и можно опять сказать, что Иисус говорит о своем втором пришествии. Но так ли это? Я отвечаю, нет. Следующий стих, потому что мы не можем эти стихи, я говорю, рвать вот из этих вот общих речей Иисуса, потому что следующий стих указывает на то, что это индивидуальное явление лично каждому последователю Христа, а вместо имения «вы» указывает не на одновременное созерцание Христа всем последователям Иисуса в Его втором пришествии, а лишь о том, что таких христиан будет много. Еще раз, то есть приду к вам, и вы увидите Меня. Здесь Иисус говорит не о том, что вы, что это всеобщее воскресение. Он говорит конкретно сейчас, вот это Он все, говорит уже не иудеям, а своим, кому христианам, кому христолюбцам. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И если соблюдете, то Я приду к тебе. Здесь можно, Иисус говорит, к вам, потому что их просто 12 человек сидит на прощальном ужине. Здесь к вам немножественное число в том плане, что к вам, как ко всем христианам. Нет, в один день, в одно мгновение Иисус явится во втором пришествии, и все христиане Его как молнию увидят. Нет. Он имеет в виду каждого, просто много, но каждой личности. Поэтому Он говорит, как бы приду к тебе, и ты увидишь Меня. И в тот день ты узнаешь, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. А когда это будет? И он писал в своем послании, «Прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Я, вы во Мне, и Я в вас, только когда ты будешь пребывать в любви. То есть, любить. То есть, исполнишься полнотой любви. Я в Отце, и Отец во Мне. Это для совершенных тоже Иисус говорит. Для тех, кто еще не понимает, в Библии есть такое понятие «одесную» справа Отца. Это почти то же самое, просто есть те, кто доросли, что Иисус и Отец одно, что Он и есть Бог. Есть, кто еще не доросли. Но смысл один и тот же. При двух или трех свидетелях истинно всякое слово. Мы с вами сегодня даже эти слова Иисуса прочитали в Евангелии. Иисус сейчас три раза скажет об одном и том же. Еще раз Он говорит. Кто имеет заповеди Мои. Слова меняются. Любит, имеет заповеди там. Кто любит Меня, Слово Мое или заповеди Мои. Завет, завещание. У нас очень много синонимичных слов. Относиться к Ним надо всегда здраво. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Иисус здесь практически то же самое говорит. Только переворачивает местами. И тут Он начинает с условия, с причины. Если любите Меня, то соблюдите Мои заповеди. То есть Иисус говорит, что если вы будете соблюдать заповеди Мои, это будет свидетельствовать о том, что вы любите Меня. И здесь Он кратко говорит то же самое, что говорил в Нагорной проповеди. Что всякий слушающий и не исполняющий слов Моих подобен человеку неразумному, глупому, дураку, построившему дом свой на песке возле моря. Когда налегла волна и смыла этот песочный замок. Недостаточно иметь заповеди Иисуса. Как Иисус говорит, да, вы и слова-то Моего иудеям говорил не имеете. Но поимев и слово, то есть приняв слово, что его надо соблюсти, тогда будете иметь жизнь вечную. Здесь Он ученикам говорит то же самое. Он это говорил и всем людям, и противящимся, как мы видим иудеям, и не противящимся, просто слушателям, праздным, не праздным. В Нагорной проповеди Иисус говорил огромному количеству людей. Он говорил, что всякий, кто вот так вот слушает и не исполняет, это глупый человек. Построил дом свой на морском берегу, волна которого накрывает и смывает. А человек разумный, тот и тот построил дом свой на камне. Что камнем Иисус называет? Кто слушает и исполняет. Тот человек благоразумный. Иисус то же самое сказал, только кратко в один тезис все зажал, в отличие от Нагорной проповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их. Это неразрывная цепочка. Ничего о спасении по вере Иисус не говорит. Любящий Его соблюдает Его заповедь. А Его заповедь одна – любить все окружающее Его творение. Что тогда будет? Тот будет возлюблен Отцом Моим, кто любит меня. И я… Иисус говорит о себе. Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Вот он апогей. Прошу обратить ваше внимание. Мы добрались до самого важного места. Иисус говорит. Я возлюблю Его, конкретного человека, который поимел заповеди Иисуса, взял их, да, получил в сердце свое, услышал их и соблюдает их. Явив тем самым любовь свою к Иисусу, а Иисус, ответную свою любовь в данный момент, проявит Ему как? Явлюсь Ему Сам. Мы видим, что эти все слова все на одном ужине Иисус произносит. Это 21 стих. Он не так далек от третьего. Это все одна большая речь Иисуса. Мы видим ее центр, ее начало, ее конец, все события, которые происходят на прощальном ужине. Это все то же самое. Идти путем, соблюдать заповеди. Иисус им там говорил. Опять все это по кругу, несколько раз пережевывать, чтобы до них все это наконец-таки дошло. Надо идти этим путем. Если вы будете идти этим путем, я приду и возьму вас к себе. Я возлюблю вас и явлюсь вам сам, каждому отдельно здесь речь. Видите, я Ему. Здесь уже в единственном числе говорится. Я свой текст я зачитаю, свой комментарий. Соблюдать заповеди тоже, что идти за Христом. Слова разные, а смысл один. А под пришествием в Иоанна 14,3 подразумевается явление. Причем конкретному человеку, тому, кто будет исполнять заповеди Иисуса, любя всех вокруг. Раньше Иисус об этом говорил размашисто. Вот как раз я говорил 13,34-14,3. Здесь же закон соблюдей заповеди явлюсь тебе, кратко выраженный в одной реплике. Это вообще как раз 21 стих, такой концентрат. Это прям вся формула Евангелия. Познать заповеди Христа, а она одна в любви. Поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И не делать никогда никому ничего, чего ты не хочешь, чтобы делали с тобой. Это и есть любовь. А то слово-то любовь все тоже, и что только в него не вкладывает. Вот. У любви есть расшифровка прямо в Евангелии. Это поступать в это. Люби ближнего, как самого себя. Это та же самая формула, другими словами. Иисус дважды это произнес в двух разных таких репликах. Это весь закон жизни. Поступать с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступать с тобой. Видеть в другом человеке себя. Родного тебе человека. Творение Божье. Тогда ты будешь к нему всегда правильно относиться. Ты не будешь его уже никогда ненавидеть. Ты же себя не ненавидишь. Узреть себя в каждом человеке, а в себе каждого человека. И все. Вот весь закон. Тогда поступать ты будешь, когда ты будешь разрешать об этом, что бы я сделал себе. Вот он согрешил против меня, сделал какое-то зло. Но хотел бы я его убить за это. Нет. Да, я хотел бы, чтобы он справился. Я облечу его. Да. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда не искрёт, говорит Иисусу. Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, еще раз Иисус говорит эту формулу, тот соблюдает мое слово. Заповеди. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Так у отца моего обители много. О чем Иисус сказал в Иоанна 14, 2? А куда я вообще иду? Так, а да Иисус говорит, вы не знаете. Посмотрите, здесь в третий раз Иисус вообще говорит, опять, на этой, на вообще на прощальном ужине, ему ученики, мы с вами, в принципе, заканчиваем читать, но на самом деле, если вы вспомните, ученики ему скажут, что на самом деле на этом прощальном ужине он уже не говорит приточно, а говорит прямо. Заметьте, у отца моего обители много. Во-первых, эта фраза означает, так как Бог есть любовь, Бог отец, Бог есть любовь, то у любви обители много. То есть уровни любви разные, у меня об этом есть полно видео. Конечно же, все все равно достигают разного уровня и состояния. Мы придем и обитель у него сотворим, что Бог есть любовь, что Иисус есть любовь. Это любовь в тебе вселится, обитель у тебя там будет. На самом деле Иисус только что об этом опять сказал, я в отце, отец во мне, и я в вас, и вы во мне. Он уже об этом говорил. Он все по несколько раз говорит просто чуть разными словами. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. В этот день ты поймешь. Ты когда сам, когда тебя будут забивать камнями, распинать на кресте, ты сам будешь понимать, что ты преисполнился этой любви. Ты будешь ощущать эту любовь, чувствовать, испытывать эту любовь к своим врагам. Ты понимаешь, что ты во Христе и Христос в тебе. Ты сраспялся с ним. В этот момент мы придем к тебе, Иисус говорит, любовь в тебе раскроется в полноте. Это обитель, оказывается, не на небесах, а в тебе самом. Где сердце твое, там и сокровище твое будет. Каково, по-другому слову Иисуса, надо понимать, каково сердце твое, таково и небесное царство. В сердце одна любовь, твое царство – это царство любви. Очень важно это понимать. Я так кратко и пишу свой комментарий. Здесь Иисус вообще переворачивает все с ног на голову и говорит об обители, как о сердце. То есть мы любим все внешне воспринимать. А Он говорит опять, как об обители, как о сердце человеческом, в котором поселяется Бог, Отец, Любовь, и сам Иисус, который есть Любовь, ибо Он и Отец одно. Когда тот даже до мученической смерти, человек, страдает за исполнение заповеди Христа, любви ко всем. Ну и давайте уж мы дочитаем этот момент. Нелюбящий меня... То есть, по сути, Иисус даже в четвертый раз, да, Иисус сам произнес эту фразу, да, при двух или трех свидетелях истинных всяких словах, мы видим, как Иисус четыре раза, но, правда, здесь Он в отрицательной, там уже в отрицательной, как это называется, позиции говорит, да, нелюбящий меня не соблюдает слов моих. То есть, по-другому можем прочитать, как Иисус сделал, перевернуть, несоблюдающий заповедь Иисуса, нелюбящий врагов своих, Иисус об этом говорил, все эти непацифисты, все эти военные, все эти убийцы, да, неважно, вы там на зеле гоняете, якобы из автомата не стреляете, это не суть важно. Все, не исполняющие слова Иисуса, в том числе о любви даже к врагам, не любят Его, не Его ученики. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы... Еще раз. Иисус, мир оставляем, и Он говорит, да не смущается. Опять ту же самую фразу Он произносит. В Иоанна 4.1 Он и начал. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. То есть, все это, когда будет с вами происходить, Иисус говорит, да не страшитесь, не смущайтесь. Я же сказал, то иду от вас, но приду к вам, но явлюсь вам, вселюсь в вас, вы будете во мне, и я в вас, когда все это будет происходить. Вы будете блаженны, Иисус говорит, когда будет вас поносить, гнать, и убивать за имя Мое, за Евангелие, за истину, за любовь. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что я сказал, что иду к Отцу, ибо Отец Мой болея Меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, Иисус говорит, что я сам, все, что я вам заповедую, вот эту вот формулу, я заповедую потому, что я сам ее исполнил. Иисус никогда, это единственный раз в Евангелии, когда Он говорит, что Он любит Бога. Мир потому узнает, что я люблю Отца, потому что как Он мне заповедал, так я и творю, то есть исполняю Его заповедь. Встаньте, пойдем отсюда. Это очень важно. Во-первых, здесь, конечно, Иисус опять себя прямо с Богом сравнивает и делает себя Богом, то есть точно так, как я люблю Отца. Он не говорит, если любите Отца, соблюдите Его заповеди. Он говорит, если любите Меня, потому что Я есть Бог, любовь, соблюдите Мои заповеди. Потому что только Он знает истинного Отца, потому что Он и есть этот Отец. И Он исполняет абсолютную истину. Поступает всегда абсолютно правильно. Поступает только по любви. После прощального ужина Иисус с учениками отправляется. Я надеюсь, что это мы с вами зафиксировали, да, по прощальному ужину. Еще раз, весь его концентрат. Мы с вами не о последних временах читаем. Весь апогей, весь надрыв. Здесь не какая-то праздность. Ты читаешь всегда прощальный ужин с трепетом. Ты ощущаешь себя на нем. Ты переживаешь его. Ты слышишь эти слова Христа. Тем более мы с вами, когда перечитываем, всегда обращая внимание, конечно же, ученики, Он хоть и говорил им об этом, они не понимают его. Не понимают пути, не понимают истины, не понимают, что это прощальный ужин. Это мы с вами его так называем. Они это не осознают. Он им пытается это сказать. Они не понимают, не слышат его. Не способны сейчас его слышать они, да. Мы с вами, вот когда вы все это читаете, возникает у вас ощущение о последнем времени, что вы говорите, не. Иисус пытается в последний раз научить нас истинно пути христианской жизни. И что в конце этой христианской жизни, твоей частной христианской жизни, две тысячи лет прошло, и Иисус так и не пришел еще. Иисус здесь говорит, что будет в конце, в апокалипсисе, в откровении каждого человека, в конце его земной жизни. Особенно, если он закончит ее мученически. В той или иной форме, в более сильной или в более слабой. Иисус говорит, что будет происходить с такими людьми. Иисус не говорит здесь о втором пришествии. Немножко говорит символьно таким языком. Как мы видим об обителях, он говорит, как бы вроде бы о небеса, а тут же подразумевает обители сердца человеческого, что это его сердце и есть обитель, в которую он вселяется, отец вселяется, любовь вселяется. Это очень важно. Я надеюсь, что вы это тоже услышали, почувствовали, что речь идет о пути христианском жизни. Иисус пытается донести эту мысль. Вот в последний раз он пытается донести. У него ничего не получится в общем плане. Мы знаем, что Петр тут ему будет меч показывать. Сейчас мы всех тут завоюем, все силы возьмем. Иисус говорит, нет, такого не будет. Пойдем отсюда. Все. На самом деле, когда они еще идут в Гессиманский сад, 15-16 глава тоже много об этом, но я ради краткости видео уж пощажу вас, и мы это с вами не будем. Но я хочу напомнить, все-таки разбирать, да, но 17 главу я не могу вам, 17 главу этого Евангелия, я не могу вам, конечно, один стих не зачитать. Хотя это надо, по идее, бы всю ее прочитать. Это молитва, гессиманская молитва Иисуса. И если в синаптийских Евангелиях, Матфея, Марка, Луки, нам показано, как Иисус молится как бы о себе, да, вот чашей, это миновал его, вот этот весь ужас, мученической, христианской, кончины, христианской жизни, мученической, которую он сейчас прокладывает, будучи подвигоположником, которую потом пойдут все христиане. Но в Евангелии Тааны нам показывается, что Иисус на самом деле о себе молился как раз очень кратко, а много молился о своих учениках. И что же он, о чем же он молится? Я вам всего один стих прочитаю, только для краткости. Если вы считаете, что я вырвал его из контекста, прочитайте всю 17 главу, я вас к этому призываю. О чем Иисус молится, отцу? Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Еще раз. Все до великоскорбное, оно так и называется, в самом его названии, вот в этом, вся его суть, что это восхищение будет до великой скорби. А жизнь каждого человека, и когда он мученически, допустим, заканчивает, а это не великая скорбь в его жизни, пытки там, тюрьмы, распятия, расстрелы, виселицы, сжигание там, как только христиан не убивали, а это не великая скорбь в жизни каждого человека. Иисус говорит, нет, я не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Если хотите, здесь надо добавить слова, особенности вы вырываете, так скажем, стих, не молюсь, чтобы ты взял их из мира грешников, злодеев, их палачей, но чтобы сохранил их от зла какого? От зла, что их повесят, убьют, в тюрьмах загнобят, имущество лишат и так далее, здоровье там, избивают. От этого зла разве? От виселицы, от расстрела, от электрического стула, этих христиан, от лишения головы, от отрубания головы? Нет. От зла соблазниться, не устоять в истине. Это Иисус злом называется. Иисус сказал, не бойтесь убивающих тела, а бойтесь тех, кто может душу погубить. Два места надо. К этой Иоанна 17 надо хотя бы две цитаты Иисуса Христа прикрепить. Не бойтесь убивающих тел. Иисус не говорит, что вас не будет. Христиан говорит, он наоборот говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Меня убивали, будут убивать и вас в разных местах, Иисус говорил. Иисус говорит, не бояться тех, кто будет убивать, вас будут убивать. Вопрос не бояться. Я не молю, чтобы ты взял их из мира, восхитил до великой скорби. В частной, когда тебя вдруг решили убивать, ты тут проповедовал за любовь, жил в любви, проповедовал любовь, тебя решили тут мученически отрезать голову, и Бог тебя восхищает или до великой скорби всех восхитит. Нет. Иисус говорит, я не молю, чтобы ты взял их из мира. Он говорит, не о всех, говорит, и не только я о своих учениках, сейчас вот этих 12 молюсь, но о всех, кто будет веровать потом и их словам, кто будет будущие христиане до последних времен. Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Еще одно надо место присугубить, это молитву, которую Иисус учил. Ведь, кто понимает, 17 глава, вот эта молитва к Отцу, это просто раскрытая такая, причем в час как раз гонения, вот именно скорби, это такая же молитва Отче наш, только более развернутая. Я говорю, просто почитайте их вот так параллельно, вы поймете, что, прочитайте сначала, там три строчки на самом деле, вы знаете, молитву Отче наш, да, и почитайте 17 главу с этой мысли, что это такая же молитва Отче наш, только развернутая. Как Иисус нас учил молиться, и вот Он как бы молится, это молитва Отцу, не введи нас в искушение, а кто знает, так в Синодальном, там по уродскому, переведено, не допусти нас, не допусти нас искуситься, укрепи, помоги, вразуми, не введи, там, не медленно, что Бог вводит, или там, да, но избавь нас от лукавого, то есть избавь нас от зла, там тоже есть разные переводы, смысл, опять, то есть избавь нас от этого зла, как видите, здесь зла, здесь от лукавого, то есть от дьявола, от того, чтобы стать дьяволом, да, чтобы не искуситься, и не стать самим дьяволом, В час скорби. Это очень важно. Итак, подводим с вами итог. Из слов Иисуса очевидно то, что он даже не пытается успокоить учеников тем, что они будут избавлены от страданий и гонений за истину. О чем наставят адепты до великоскорбного восхищения. А наоборот, Иисус говорит о том, что эти страдания и гонения неизбежны. Но смущаться и терзаться ими не стоит, ибо они конечны, а жизнь человека вечна. И после перехода в иное бытие каждому воздастся по делам его. Этот концентрат прощального ужина, апогеи, надрыв Иисуса донести до учеников о пути христианской жизни. Как следовать. И что за этим будет следовать? За этим будет следовать преображение твоего сердца, в котором вселится Господь, Бог, любовь. И отец, и сын. И ты и внутри такой будешь, и по плоти их узришь. Вот о чем говорит Иисус. На этом ужине Петр и все ученики Иисуса, мы знаем, благодаря Евангелии, божились и клялись, что пойдут за ним. Ибо готовы даже с жизнями своими расстаться ради него. Но это были всего лишь слова. Ибо они еще не были готовы. Не доросли до этой высоты. Не созрели до такого состояния. Все они оставили Христа в скорбный час. Но после всех страданий и убийства Иисуса, после принятия учениками Духа Его, Духа Божьего, Духа Святого, Духа Истины, Духа Любви, в день Пятидесятницы и потом, возрастая в этом Духе, пошли за Ним, в Его Царство Любви, тем же путем, каким шел Иисус. Путем любви обильной жизни ко всему Божьему творению, даже до смерти и смерти мученицкой. Я вам напомню в очередной раз уже эти слова апостола Петра в Первом Послании, вторая глава, которую он сказал теперь в противовес тому, о чем он спрашивал Иисуса на прощальном ужине. Ибо то угодно Богу, с 19 стиха мы с вами по 22 все прочтем немного. Если кто, помышляя о Боге, об истине, о Евангелии, здесь все подставляете, о любви, да, о всем Евангелии, обетованиях Божьих, вот о том, о чем мы с вами сегодня так много читали, да, то есть все это помня, помышляя об этом, переносит скорби, многие скорби, великие скорби, которыми нам надлежит войти в Царство Божие, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки, за проступки, за грехи? Но если делая добро, ну Павел здесь, Петр, простой мысль, вернее, Петр, да, говорит, понятно, если вас сажают в тюрьму за убийство, ну что вы там, вы что, страдаете за что? Ну вы, правильно, вы страдаете, скажем, за дела, тут и ничего нету христианского, да. А вот если вы делая добро и страдая, вас что-то за это добро вам прилетает, да, и вы страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому, я обращаю внимание, особенно спасенных по вере, да, к этому месту послания Петра, ибо вы к тому призваны. Вот оно, призыв к христианину. Кем призваны? Иисусом Христом, мы с вами сегодня об этом так много опять говорили, потому что это и есть само Евангелие. Потому что и Христос, для чего его была жертва? В чем суть искупительной жертвы, как они говорят? Только не искупительной, а вообще жертвой Христовой. Разве в искуплении? Нет. Читаем, что говорит Петр. Петр, потому что и Христос пострадал за нас. Для чего? Для чего? Петр как бы задает и сразу отвечает на этот вопрос. Потому что и Христос пострадал за нас, а я вам все равно читаю, как для нас. Оставив, потому что дальше мы читаем, оставив нам пример. Дабы мы шли, вот это шли, вы не можете идти, пойдете позже за мной. Дошло до Петра? Дошло. Оставив нам пример. Христос пострадал для нас, чтобы оставить нам пример. Дабы мы шли по следам Его. Мы сами. Не на Его хребте, не на Его шейке, не на Его спине, на Его кресте или цепляясь за Него. Нет. Мы сами взяли свой крест, как он сказал, отвергли всего зла, себя, всей похоти, всего эгоизма, и последовали за Ним, взяв свой крест. По следам Его шли. Потому что у нас есть впереди подвигоположник. Пример, кто нам дорогу, путь проложил. Петр понял? Петр понял. Поняли протестанты? Ничего не поняли. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. И мало то, что не угрожал. Иисус ничего не сделал своим врагам, будучи Богом, обладая абсолютной силой и властью. Но предал то судье праведному. Все дню великого суда, где будет разделение. Очень важны. Важны эти слова апостола Петра. Понял он? Понял. Я вам хочу доказать, что правильное понимание этого места, именно то, что Иисус в частном порядке приходит к каждому мученику, очень легко. Я задаюсь несколькими вопросами. И что же? Произошло ли то, о чем говорил Христос своим ученикам? Исполнил ли Иисус то, что обещал своим ученикам? Сдержал ли он свое слово? Встречает ли по смерти Иисус тех, кто идет за ним на голгов, унеся свой крест? Я отвечаю. В этот раз не нет, как много раз отвечал, а да, утвердительно, ибо у Христа никакое слово не остается праздным. Из книги «Деяний святых апостолов» мы знаем, что первым, кто отправился на небеса вслед за Иисусом, был первомученик Стефан. Я вам предлагаю, если хотите тоже поставить на паузу или прерваться пока, передохнуть и прочитать «Деяние» 6-7 главу, кто никогда ее, может быть, не читал. Это о некоем Стефане, проповеднику, диаконам. Это были там избраны первые диаконы, такие были люди, раздающие по нужде каждого. Ну, типа, как у нас называется, вы поняли, организации, которые помогают всем нуждающимся. Вот они этим занимались, решили поставить конкретных людей, которыми этими вещами в церковь много жертвовали. Это надо было нуждающимся раздавать. Дьякон был одним из таких. Но помимо своего служения физического в церкви, добродетельного внешне, он был очень крутым проповедником. Я рекомендую вам всю его историю прочитать, прочитав целиком 6-7 глава и его проповедь, которая до нас дошла, о чем он говорил. Этого Стефана, очень мудреного, очень смелого, сильного, горячего такого оратора, что сделали с ним? Его забили до смерти камнями иудеи, все по тем же самым приказам этих первосвященников и так далее. Я вам зачитаю лишь немножко о его кончине. Все остальное вы можете сами прочитать. Я вам читаю 7 глава, уже 54 стиха. Слушая это, его проповедь обличительную, когда его вызвали в Синдрион, свидетели против него и так далее, его обвиняли в том же самом, в чем обвиняли Иисус, можно сказать, в богохульстве. И слушая все это, те, кто его судили, и все его палачи, и обвинители, и судьи, рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, исполнив Духа Святого, в нем эта обитель открылась. Исполнен Духа Святого, Дух Любви, Дух Божий, Дух Христов, то есть Отец, Сын, Истина, Любовь и Дух Святой, все в нем. Будучи, конечно же, исполнен, когда он готов пострадать ради истины. А уж какая у него горячая обличительная проповедь была к иудеям. Вы просто почитайте и убедитесь этому. «Возрев на небо, увидел славу Божью Иисуса, стоящего справа от Бога». Я вам еще раз говорю, что Стефан, хоть и был исполнен Духа Святого, не все сразу доходят до того, что Иисус есть Бог. Но, по сути, кто считает, что на десную Бога справа от Бога, и что он Бог, в принципе, все равно и то, и то. Хоть как-то хорошо, конечно, когда вы поймете, что Иисус есть Бог. Вам это будет самим намного лучше. Вы поймете. Когда признаете это, тогда и поймете. Не буду вам больше говорить. Это познается только опытом. То есть он видит Иисуса, стоящего справа от Бога, и сказал. «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего справа от Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и ненадушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду у ног юнош, называемого Савлом, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господь Иисус, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вмини им греха этого». И, сказав это, почил. Давайте я кое-что свой комментарий зачитаю и потом своими словами. Мы видим, что когда Стефана до смерти забивали камнями, когда он шел за Христом по следам его, из любви к людям, обличая иудеев и евреев в их грехах, разоблачая иудейский культ и религиозные бредни старцев, сам Господь Иисус пришел к нему, явился ему и взял Стефана туда, где он сам пребывает, тем самым исполняя свое обещание. Я хочу вам эту картинку целиком открыть. Там она, видите, даже у меня не помещалась на экране. Прекрасная иллюстрация, она мне как-то попалась. Я прям был в шоке. И, как я говорил, иногда картинки передают не тот искаженный смысл. Все очень хорошо изображено. Мы видим отца и сына в небесах, Стефана, побиваемого камнями. Я хочу, я очень желаю, чтобы у вас эта картинка запечатлелась в умах. О том, что Евангелие от Иоанна, 14-я глава, так ее пусть даже назовем, и пусть даже с 1 по 3 стих, где Иисус говорит, да не спущается сердце ваше, вот именно, и не ужасайтесь, что отца моего обители много, и куда я иду, туда вы пойдете, обитель, так, все сотворим, я приду и возьму вас к себе, вот что значит. Это никакого отношения ко второму пришествию Иисуса Христа не имеет. Очень важно. Здесь речь идет о том, что Иисус встретит каждого своего последователя, особенно того, да, и каждого, может быть, в момент там, это же вообще еще, да, второе пришествие знаменует того, что Иисус идет на землю и остается на ней. Очень важно. А в Иоанна сказано, что он придет и возьмет к себе. И, как я вам уже показал, это в других местах, мы сейчас с вами об этом еще поговорим еще раз, в Матфея, апокалиптической речи, в посланиях Павла, Коринфе, в Силокхиницах, в Откровении, в книге, нет ничего подобного. Здесь Иисус на прощальном ужине, конкретно своим ученикам, открыл эту маленькую тайну, то всем, да, кто будет действительно мученский, Иисус еще будет приходить и встречать их, да, будет заканчивать. Это очень тоже такой важный, интересный момент. Это очень вдохновляюще для нас, для всех, для последователей Христа. Вот это и есть Евангелие от Анна, 3 стих, 14 глава, 3 стих. В том, что Иисус встречает, да, творит в тебе обидь, ты, вернее, творишь трон и место жилища для Христа, и Он своим Духом, Святым Духом Любви тебе в полноте раскрывается, если стремишься ты к деятельной любви, даже к своим врагам, которые будут тебя лишать земной жизни. Когда ты сам раскрываешься в этой любви, и ты эту любовь созерцаешь и видишь, да, во всех небесах, и в самом Иисусе Христе, в Отце, кто еще не дорос до того, что Отец и Сын одно. Вот о чем говорит Иисус. Я надеюсь, что если вы после моего этого видео сами перечитаете еще раз 13-ю, 14-ю главу, 15-ю, 16-ю, 17-ю, а если хотите все эти четыре Евангелия, надо, конечно, уяснить саму суть Евангелия, о которой я сегодня много говорил. Она не в протестантском бреде о том, что там Бог избавляет верующих от страданий. Нет, ничего подобного. Все Евангелие всегда говорит о том, что христианский путь – это путь скорбный. Он блаженный и радостный только от того, что ты вот это все осознаешь, и что Бог утешает. Кто переживает это опытом, тот знает, что даже любовь к врагам делает тебя действительно блаженным. Это передать невозможно тому, кто внешне это созерцает. Он не может даже понять, как ты испытываешь эту любовь, и что она внутри делает тебя счастливым. Ты можешь только деятельно испытать, начав любить, начав делами, так скажем, через дела как раз меняется твоя внутренняя сущность. И надо над себя понуждать, а потом меняется твоя внутрянка. Иногда ты меняешься внутри, и это просто начинает проявляться в поступках. Тут и то, и то работает, бывает по-разному. А что вот так вот? Вот эта вот картина говорит о том, и именно об этом, как мы с вами видим, не только в 14.3, а в 14.21 мы с вами читали, где Иисус говорит, что если вы любите Меня и будете соблюдать Мои заповеди, а заповедь Моя – это любить даже до смерти, смерти мученической, я приду, я явлюсь, вернее, Иисус говорит, Ему. И обитель у Него сотворю, да, и заберу туда, где Я. Очень важно. Вот так вот. Поэтому здесь подходит и то, что отца мы в обители много, мы видим точно так же, как Иисус обителью называет само твое сердце, этого конкретного мученика, да. Поэтому он говорит, что и на небесах, что о том, что Иисус сказал, что на небесах, это не значит, что будет восхищение до великой скорби. Нет. Это как раз говорит о том, что просто символично говорится, что действительно там мест тоже разных. Любовь у каждого разная. Это тоже очень как бы важно, да. Под обителем подразумевается разное состояние человека. Апостол Павел в одном месте, в другом месте так и будет писать, что звезда от звезды разнится в своей славе, и луна от солнца разнится в славе, да. Вот. Это тоже очень важно. Ладно, напоследок на десерт вишенка я вот прям здесь тоже в этой страничке сделал. Давайте я сначала почитаю. В согласии... В согласии со всеми параллельными... В согласии с параллельными местами Евангелия, а после... После, видите, я так добавляю, после скорбного пришествия Иисуса Христа во второй раз на землю для тысячелетнего царствия, на ней со своими воскресшими, изменившимися последователями. Это место... Иоанна 14, 3. 14, 2, 3. Вот это все. Второй, третий стих. Можно понимать лишь так, что Иисус идет на небеса во славе, со тьмой святых ангелов, а мы восхищаемся, то есть по воздуху поднимаемся к нему навстречу в облаках, и затем опускаемся вместе с ним в земле обетованной. А слова в доме отца моего обители много, надо понимать через другие его слова. Я вам напомню, опять же, Евангелие от Анна, где Иисус пришел в храм и там дебош устроил. Приближался Пасху Иудейской, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также овец и валов и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте дом торговли. Мы видим, что домом Божьим Иисус называет что? Вообще храм в Иерусалиме. Мы видим, что Иисус храм в Иерусалиме называет дом от Бога Отца. Но Стефан, я вам, кстати, кусочек из проповеди Стефана скажу, вот это вот предсмертно. Деяние 7 глава 47 стих. Говорил, что Соломон построил ему дом, ну вот этот храм в центре Иерусалима, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой и земля подножия ног моих. Какой дом построите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это? А значит, мы понимаем, что в Иоанна 14, 2 Иисус под домом Бога Отца развивает в этот раз не храм, а всю землю обетованную, где воскресшие изменившиеся последователи будут обитать с ним еще тысячу лет после его славного второго пришествия. О чем я хочу сказать? Что, конечно же, когда Господь будет идти на землю, да? С небес. То мы с вами, кто на земле находится, неважно, которые встретят Иисуса и просто их плоть в бессмертную изменится, или мы с вами под землей, и мы, с вами воскреснем, да? Благодаря всем, я еще раз сказал, согласно со всеми вот этими местами, где Иисус, где прямо нам сказано в Библии о втором пришествии Христа, оно говорит очевидно о том, что мы с вами просто по Духам Святым будем вознесены, то есть навстречу. Господь идет с небес сверху, а мы снизу по воздуху, написано, поднимаемся с ним для встречи в облаках, но потом на земле есть место, называемое землей обетованной, где есть в центре Иерусалим, в центре которого храм. То есть, что мы все с вами сюда, потом вместе с Иисусом, встретившись с ним в небесах, в небе, да, в облаках, опустимся. А то, что обители много, вот именно Иисус говорит, что вот именно обители здесь всем хватит, а если не так, я иду приготовить ми. То есть, мы придем, Иисус вместе с нами нарежет нам всем землю обетованную, даст каждому по 10, по 6 соток, как в совке, да, вот, и все будем, то есть, если даже там не хватит, Иисус еще отрежет там еще чуть-чуть, то есть, надо будет расширить землю обетованную побольше. То есть, у отца моего всем хватит в земле обетованной участков, ну, а если нет, я приду, приду, куда он придет-то? Иисус придет на землю, на землю обетованную, так скажем, да, когда будет сошествие, и там будем тысячу лет. А если не так, говорит, то есть, не хватит места ничего, расширимся чуть-чуть землю обетованную, всем там хватит места. И я к тому, что дом отца моего, как Иисус спокойно домом сам храм называет, можно называть и дом отца моего, и сам город Иерусалим, а можно и всю землю обетованную, и как мы видим, если даже на ней немножко земли не хватит, Иисус ее подрасширит, да, хватит там всем, да, приготовит каждому место. Если уж это и притягивать, как я еще раз говорю, Иоанна 14, 2, о втором пришествии Иисуса Христа, то лишь здесь вот об этом речь. Потому что это согласуется со всеми, мы с вами в принципе заканчиваем, со всеми вот этими местами, которые я вам показал. Евангелие от Матфея 24-25 глава, Коринфянам 15 глава, Фессалоникийцам 4 глава, 13 стих по 5 и 3, второе послание 2 глава, ну и книга Откровения, в частности, особо 19 глава. Я, чтобы закончить, просто еще раз скажу о том, что адепты лжеучения до великоскорбного восхищения церкви просто извращают все эти места писания. Я вам кратко, я вот помните, мы с вами когда Матфея читали, я такой, получается, у меня даже как вот слайд он у вас на канале, ничего лишнего. Матфея 24, 15, 21 и 29 стих по 31 достаточно, где Иисус показывает цепочку. 15 стих, и у вас картинки на экране. Итак, когда вы увидите мерзость запустения, когда то есть она уже будет, 21 стих, ибо тогда будет великая скорбь, и 29 стих, это я так вырываю, чтобы у вас просто в глазах от картинка появилась цепочка событий, и 29 стих, после великой скорби дней тех христиане увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великого, и пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных, это кто? Это христиане. От четырех ветров, от края небес до края их, от одного края небес до другого края. Вот цепочка. Сначала будет вся эта мерзость запустения, антихрист и все прочее. Время великой скорби, весь апокалий, весь вскровение. И после скорби этой великой, после этих дней, увидят христиане, избранные люди на земле, а это христиане, грядущего на облагах небесных Иисус Христа для тысячелетнего царства. Вот и все. Когда я один раз услышал, что один из адептов и известный проповедник на ютубе сказал, что это просто Евангелие от Матфея для евреев написано, я вообще обалдел. Я понял, что с ними разговаривать больше на эту тему, я даже не хочу ни с кем спорить, дискутировать. Если для него есть какое-то Евангелие для евреев, то и говорить вообще не о чем. Я понял. Да, значит, и любить врагов только евреи должны. Естественно, он спасен по вере, это все, да. У них там вся эта в одной куче. Это беда. И напомню вам, тессанликийцам, оно, наверное, тоже для евреев написано у них, я уже в ихнем бреде просто перестал что-то понимать, да. И напомню в этом видео еще раз первое послание к фессанкинцам апостола Павла с 4.13 по 5.3. Не хочу же, Павел прямо пишет, что не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Иисус, по сути, говорит то же самое, что Иисус, не отчаивайтесь, не скорбите, не терзайтесь, как он им говорит, не рвите сердце, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, то есть христиан, Бог приведет с ним, ибо это говорим вам словом Господним, что мы, Павел о себе говорит в том числе, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, ну видимо здесь тоже только речь о евреях, я так понимаю, но я протестантский бред даже уже обсуждать больше эту блевотину не хочу, Господне, что мы живем, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при голосе архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут. Иисус ничего не говорил на прощальном ужине о том, что они воскресшими, он там придет и возьмет их себе. Это вообще ничего общего не имеет с этим. Это речь идет, как это говорит, о душах. Хотя душа тоже имеет душевное тело, да. Вот кого Иисус говорил, я буду встречать там, когда я буду брать к себе. А здесь нет. Здесь уже мертвые воскреснут прежде. Потом те, кто будет стоять и созерцать все это, живые, кто доживут прямо в этой плоти, на этой земном теле до второго пришествия, тоже облекутся, то есть изменятся и облекутся в нетленную плоть, в нестрадательную, в неболезненную. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, те вместе, воскресшие во Христе и изменившиеся во Христе по плоти, восхищены будем на облаках, навстречу Господу на воздухе. Ну, там переводы тоже. Ну, по воздуху есть, наоборот, да, в облаках встречаемся, там, кто как хочет, так переводит, смысл понятен. И так всегда с Господом будем. Где? На облаках? Да нет, конечно, мы там независимым. Подразумевает, что мы сойдем в Иерусалим, в землю обетованную и там будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. О временах же и сроках не нужно мне писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, внезапно как вор ночью приходит, ибо когда будут говорить мир и безопасность, никогда до великой скорби никто не будет говорить мир и безопасность, до великой скорби уже мир будет в такую петлю заходить, ужасов, страданий, уже будут мини-войны, мини-эпидемии. Все это будет. Просто так великая скорбь в одночасье вот так вот не происходит. Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука, рода им постигает имеющие во чреве и не избегнут. Здесь мир и безопасность. Павел говорит то же самое, чем печать закончится, седьмая печать, чем печать и закончится, написано и будет как бы тишина как бы на полчаса, вы помните. Это вот прям то же самое событие. Павел просто другими словами написал. Наоборот, да, царство антихриста полностью захватит весь мир и будет как бы говорить мир и безопасность. Иисус так и говорил, что будет жениться, там замуж выходить. То есть в таком тоталитарное будет государство мировое, да, тогда Господь придет. И еще, когда он это написал, типа вот таких вот спасенных по вере, да великоскорбное восхищение, стали всякую чепуху писать. Во втором послании, писанки кийцам, апостол Павел так и пишет. Молим вас, братья, о пришествии Господа Иисуса Христа. Не спешить колебаться умом. Я вот всех призываю, когда, почему, не прям, прям словами апостола Павла. Те, кто вот-вот все в эту чепуху и довеликоскорбную верит. Не спешить, прошу вас, колебаться умом. Умоляю, как Павел пишет. И смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Да, это все эти послания, которые вы читаете своих проповедников, да, все эти слова, это не от них. Нет, это не от апостолов. Будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Аминь. Истина так. Ибо день тот, Иисус говорит, день Христов, день его второго пришествия, восхищение церкви. Жатва, да. Праздничный, брачный пир, это все разные слова об одном и том же событии. Не придет до тех пор, пока не придет отступление, полное от истины, да, от любви. И не откроется человек греха. Мы с вами совмещаем первое и второе послание фессалкинцам апостола Павла. Он говорит, что дожившие христиане до второго пришествия будет, как и сам Иисус говорил. То есть, мы с вами сегодня читали уже это место из Евангелия от Матфея 16 глава. Да, отверни себя, возьми крест и за мной. Ибо есть стоящие из вас, среди вас, которые не вкусят смерти, как увидит Царствие Божие, пришедшее в силе. Иисус то же самое говорил. Павел говорит все то же самое, что мы доживем некоторые. Он вообще себя говорил, как бы мы. Он о себе говорил, можно сказать. Но это образ, конечно. Ну, Павел тоже не дожил, да, 2000 лет прошло, еще Иисус не явился. Но он просто подразумевал это, неважно. Он говорил к своим современникам, еще живым. И сам был еще живой по этому смертному тленному телу. И не откроется человек греха, сын погибели. Избранные христиане будут видеть его, жить при нем, да, в эти скорбные времена. Противишься, превозначайся выше всего называемым Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Все это христиане увидят. Не понимаете ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Не помните, вернее, он говорит, что я говорил вам об этом. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайны беззакония уже в действии только не совершатся до тех пор, пока что... Пока что, пока не будет взят от среды удерживающий тиберь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знаменем, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действия любви и истины, а истина и с любовью, то есть, которые не полюбили любой, да, не приняли ее. И за это пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие не любовь, не добро, не праведность, а что, а не правду, зло, грех, все такое. Вот такое у нас с вами сегодня видео, я надеюсь, оно вам было интересно, отрадно и назидательно. Еще раз хочу зафиксировать этот момент, что Иисус возьмет нас к себе, в частности, Евангелие от Анна, никакого в принципе отношения ко второму пришествию не имеет, оно имеет отношение к тому, что все мученики, всех мучеников Господь встречает лично, так скажем, да, вот именно об этом речь. А если туда можно и проецировать на второе пришествие, конечно, да, то это не говорит ничего о довеликоскорбном восхищении все равно, да. Вот. Иисус, вообще, я еще, знаете, что я удивляюсь? Вот. И она, вот это 14, 2, 3, когда ты читаешь, ведь нигде там не сказано, что я вас как бы избавлю там от скорби, от этих страданий. Наоборот, я говорю, весь концентрат идет о том, апогеи вот всего этого евангельского учения, да. Отверни себя, возьми крест свой, следуй за мной, любите врагов. Что Царство Божие усилием берется и всякий трудящийся, да, восхищает его. Мы все то же самое читаем. То есть, понимаете, когда ты просто, тебе вбили в голову какое-то лживое учение, ты потом уже все стихи как бы подтягиваешь туда. Хотя они вообще никак не подтягиваются. Ты когда прозреваешь, те, кто в это, конечно, поверил, то к этому, конечно, не был сопричастен, уже хорошо, легче воспринимается. Евангелие от Иоанна, 14-13 глава, 15-16-17, где вот все по сути такая большая речь Иисуса. Там есть небольшие, скажем, мы видим диалоги, да. Но все-таки можно это назвать такой большой речью Иисуса, да, предсмертным завещанием, если хотите, как есть апокалиптическая речь. Вот Иоанна с 13 по 17, такая предсмертное завещание Иисуса, его беседы, все вот это вот, да, все вместе. Мы же видим, какой там надрыв идет, и о чем он идет. Он явно не идет, какая апокалиптическая речь, да, ни о каком восхищении до великой скорби, вообще великой этой скорби. Там рассказывается о крестном пути каждого человека. Да, об исполнении этих заповедей даже до смерти. Да, об этом говорится. Да, встретит тебя Бог, встретит. Разве там вообще, хоть как-то эти стихи можно подтянуть от того, что как бы Иисус идет, чтобы избавить от этих? Да нет. Это потому, что тебе уже в голову это вбито, а любой, кто знает Евангелие, понимает, что нет. Почему-то, да, он это говорит, а что-то Господь Стефана не восхитил. Если даже мы отдельно каждому мученику это применяем, да, до его скорби. Нет, все так заканчивали. У нас, к сожалению, в книге Деяния, в той же самой, так называемой, канонической книге, нет о том, как там закончили Петр, Павел, даже, так называемый, самые знаменитые, можно сказать, апостолы, да, евангелисты. Вот. Но предание говорит о том, что все они закончили. Ну, Павел страдал в тюрьме, и Петр не раз сидел, мы все это знаем, да. Вот. Ну, просто нам неизвестно там дословно, как вот они закончили свою жизнь, да. Вот. Ну, для всех это очевидно, как все это происходит у христиан, потому что действительно сбывается его слово о том, что меня гнали, будет гнать и вас, меня убивали, будет убивать вас, кто живет истинно христианской жизнью, тот и сам, мне ему ничего рассказывать не надо, он сам знает Евангелие, потому что он есть это Евангелие, он живет этой евангельской жизнью, и в его жизни все это происходит. Вот так вот. И поэтому все это учение до великоскорбного восхищения, все это ложь, это анти, это не просто так, я борюсь с этим тоже, не из-за какой-то праздности, знаете, там уж точно не из-за хайпа какой-то, хайп как раз они там ловят, вот, а на самом деле просто они, как Иисус сказал, ревность поистине по Богу пожирает меня изнутри, да, съедает меня, рвет меня на куски, потому что они просто хулят Евангелие, это все антихристианское учение, антиевангельское, это просто богохульство и хула, на Иисуса Христа, на его учение, на его Евангелие, на его жизнь, потому что он учил другому. Они на самом деле ведут людей, почему? По пути дьявола, даже, пространные широкие врата, вводя их в широкий врат, врата и пространный путь. Заметьте, это как раз врата и путь, спасен по вере, вот те широкие врата и просторный путь. Что это такое? Ой, я восхитюсь до великой скорби, или там до своей, никто меня не тронет, все у меня будет хорошо. Это все, да, широкие врата и пространный путь. А Иисус сказал, что врата узенькие и путь тернистый. Да. Что многими скорбями нам надлежит войти в небесное царство, ибо что? Царство небесное берется усилием. Жертвенная жизнь, жертвенная любовь, да, жизнь в любви, даже, действительно, да, принесение себя в жертву, это трудный путь, о котором Иисус и заповедовал. Это путь богооставленности, вы знаете, о чем молился Иисус на кресте. А они что? Что они вам рассказывают? Руки врата и пространный путь. Вот все учения протестантизма. Я всегда называл это халявой. Да, вот такая вот халява. Только эта халява приведет вас, к сожалению, на дно ада. А Иаков об этом прямо говорил. Бесы тоже веруют и трепещут. Вера ничего не дает без любвеобильной жизни. Ноль. Апостол Павел сказал прямо. Ничто. Ничто. Ноль. Абсолютно совершенно. Ничего мне это не дает, если во мне нет любви. Соответственно, от ноля до ста ты можешь преисполниться только в любви. И богоподобным от ноля до ста процентов ты можешь стать только в любви. Если ты любви не имеешь, какую бы ты веру не имел, каким бы языками не разговаривал, это вообще чушь там протестантская. Чем бы ты ни занимался, если в тебе действительно настоящей деятельности любви нет, а она в простой бытовой жизни у нас проявляется. Накормить кого-то, напоить, помочь что-то там, да, проповедовать, обличать беззаконие. Вот если у тебя вот такой вот жизни любвеобильной нет, самой простой обычной жизни. Неважно, какими дарами ты эту любовь проявляешь, не у каждого есть дары исцелять там больных силой одного слова. Ну, ты можешь, да, человеку зеленкой что-то помазать, просто не поменять больному, да, в тюрьме посетить сидельца и так далее, да. То все это и есть доброта, любовь, через дорогу кого-то перевезти, да, это все и есть любовь. Такая вот простая любовь. Проповедовать эту любовь, кричать, я говорю, все беззаконнее, быть смелым. Это и есть богоподобное состояние, богоподобное чувство, богоподобная природа. А бог ни в кого не верит. Вера и уподобиться богу невозможно. Можно только это сделать в любви, ибо бог есть. Такое вот видео, надеюсь, оно вам было полезно, интересно, назидательно, как сказал. Ставьте лайки, если вам видео нравится, делитесь и на своих ресурсах, чтобы его увидел кто-то еще. В коме пишите комментарии, задавайте вопросы, я могу, знаю, отвечаю, либо текстом, либо потом могу даже видео записать на ваш вопрос, если того потребует. Я на этом с вами прощаюсь, до встречи в следующем ролике, пока-пока, пусть бог вас хранит, бережет все у вас, чтобы всех по-братски крепко обнимаю, нежно целую, желаю, чтобы все у вас было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok